Еще такая вещь. Так, друзья, всем привет. 30 секунд. Да, 30 секунд. Ласла. Тем, когда мы говорим, и тем, как они реагируют. Где-то в среднем около 20-30 секунд, когда задержки идут. Итак, ребят, всем привет. Сегодня с вами мы, я, Ласла Габани и наш мистер Икс. Так, я, наверное, одену... О, вот повязка Гугла. Повязка Гугл. Спасибо ему за помощь, за то, что нам такие классные вещи делает. Итак, ребят, во-первых, всем привет еще раз. Вам всем огромное спасибо, что вы сегодня пришли. Мы сегодня вещаем с разных практических континентов, можно сказать. Потому что Ласла находится на континенте Москва. Он специально туда улетел, чтобы встретить сегодняшнего нашего мистера Икс. Мистер Икс сегодня у нас непростой. Он с мешком подарков. С подарками для всех. Для всех, кто участвует сегодня в марафоне. И вот только для вас сегодня приготовлены подарки. Потрясающие просто. Очень крутые, очень классные. А для тех, кто сегодня не на марафоне, тому уж извольте. Так скажем, давай до свидания, как говорится. Вот, как сегодня мы будем... О, еще хоть что сказать. Огромное количество результатов, которые вы получили. Нам прислали там более, по-моему, 60 или 70 писем, где люди получали реальные результаты за наши три дня марафона. И если у вас есть чем поделиться, какие у вас там открытия, новинки, пожалуйста, напишите. Потому что это важно, чтобы все увидели, какой вы молодец, какой вы умница и что у вас все налаживается. Огромные у нас прорывы делает Ярослав, которого мы на прошлой неделе делали аудит его бизнеса. А, сейчас видно Ласло, давайте вот... А так меня, наверное. Ну, сейчас должно быть меня видно. Вот. Делали аудит его бизнеса, и он прислал прям большую стратегию своего развития. И на этой неделе он начинает уже работать и начинает действовать. Очень классно он их списал. Так, в каком формате у нас сегодня будет выстроен наш марафон? Во-первых, сейчас Ласло вместе с Мистером Икс начнут очень одну классную, интересную тему, которая вам поможет улучшить свои услуги, поможет в вашем бизнесе, поможет увеличить средний чек в вашем бизнесе. Вот. Значит, далее... Влад, посмотри, пожалуйста, там, по-моему, только меня видно или... Нет, нет, я включил сейчас сам себя. Себя тоже включил. Окей, хорошо. И поэтому должно быть сейчас еще и меня видно быть через какое-то время. Нет, нет, я недавно только включил, нажал на себя. Вот. Потом, далее мы в конце сегодняшнего мероприятия разыграем iPad, новый iPad. Это те из тех ребят, кто участвует в нашем конкурсе. У нас же, скажу честно, есть победитель, очень интересный. Вот. Мы просмотрели все страницы, где были сделаны репосты, посмотрели, кто накручивал лайки, кто не накручивал лайки. Поэтому это мы все отследили, чтобы человек был реальный человек, который реально это делал. Вот. Потому что бывало так, что у него там 300 друзей и полторы тысячи лайков. Ну, как бы, сами понимаете. Да, у нас команда специалистов, которые отследили просто у кого, ну, купленные лайки, у кого, кто реально это делал. Далее. Сегодня будет, мы дадим классный подарок всем тоже участникам абсолютно. Это тем, то есть подарок, то есть такой вот сервис, подарок мы дадим, который поможет вам увеличить ваше сарафанное радио и клиентов с вашего сарафанного радио уже завтра. То есть мы сегодня прям все пойдем, это сделаем, и завтра вы уже, кто-то из вас получит уже новых клиентов и получит новые заказы и будет успешно этим сервисом пользоваться. Итак, в общем, сегодня насыщенный день, сегодня очень много будет опять полезной информации, сегодня будет опять много призов и подарков, поэтому я передаю слово Ласло. Он сидит у нас уже в шапке пирата, это если я вот в шапке такого вот, как это называется, выпускника, то Ласло у нас в шапке пирата. Итак, все... Сейчас, секунду, сейчас, секунду, сейчас, секунду, вот так вот, сейчас, сейчас найду. Опа, Ласло и Габанья. Окей, йо-хо-хоу и бутылка рома. Сегодня я, как уже Балат сказал, нахожусь в городе Москве, ты его, правда, назвал не городом, а континентом, хотя, в принципе, как в КВНе говорили о том, что вот в стране может происходить все, что угодно, а в Москве все вечно пятница, поэтому действительно это прям практически континент стал. Хотя я не сторонник того, чтобы Москва действительно была, настолько вот, внимание к ней привлекалось. Но не об этом сейчас речь. Действительно, рядом со мной, вот здесь совсем рядом сидит человек, о котором мы хотели пригласить специально для того, чтобы он поделился очень классными вещами. А вот чем он поделится, я сейчас, прежде чем передать ему слово, я хотел бы рассказать историю. Историю из моей жизни, которая произошла со мной где-то, наверное, в 97-98 году. Сейчас я уже точно не помню, но сам факт, что это настоящая реальная история. На заре свои занятия фотографии свадебные, я... Там меня слышно? Дайте, пожалуйста, плюсики в чате, как меня слышно. Плюсики пошли? В чате пошли все плюсики? Ну, меня видно, да? Окей. Так вот, эта история произошла со мной в Австралии на заре моего занятия профессиональной фотографии, свадебной фотографии. Дело в том, что в один какой-то прекрасный момент мне позвонил мой старый клиент, которому я снимал свадьбу. И он позвонил, попросил встретиться с ним, но голос такой был достаточно расстроенный, я не мог понять, что произошло. И когда он появился, причем он появился не один, а со своей супругой, в руках у них был сверток, который они вот так к себе прижимали. Ну, когда мы сели, начали разговаривать, они рассказали свою историю. Дело в том, что в Австралии очень часто и очень много происходит пожаров, да? И вот это самое горе у них и произошло. Их дом сгорел. И все, что они смогли и успели вытащить, они вытащили свой свадебный альбом. И когда они его развернули, положили передо мной на стол, это был обгоревший свадебный альбом, который я, там, не помню, уже за полгода до этого, изготовил специально для этой пары. Так вот, что меня поразило тогда, что они пришли, прижимая его к своей груди, и как единственную реликвию, которую они вытащили из пожара, то есть это было, я понял, что это было единственной вещью, которую они вытащили из этого пожара, больше ничего не осталось. И вот эта память об этом дне, она настолько меня запала, что я был настолько удивлен и поражен отношением людей к самому событию, к самой, к этой реликвии, да? То есть и она по-настоящему смотрелась реликвией. Когда я держал в руках обгоревший кусок этого альбома, да, я понимал, что вот это, наверное, самое ценное, что в жизни этих людей было, это то, что они вынесли из огня. И, ну, понятно, что я настолько прочувствовался, ну, представьте, вот вы приходите, к вам приходит человек и говорит, вот то, что ты сделал для нас, это было самым ценным, и первое, что мы спасли, это было единственным именно этим самым предметом. И расчувствовавшись, я сказал, ребят, я сделаю все, чтобы вам изготовить такой же альбом, это будет мой подарок, вам не нужно ничего платить. Они удивились, сначала говорю, да нет, мы готовы, я говорю, не нужно вам ничего платить, у вас достаточно других расходов. Мне просто сам факт, что ценно было именно это, что вы показали эту ценность для вас, я готов вам сделать точно такой же шаг. И я изготовил этот альбом. Но вот эта история, она запала в душу настолько, что потом, когда я уже позже начал осознавать, я начал понимать, что действительно люди, для людей этот альбом свадебный, почему он был такой ценностью? Потому что они настолько серьезно прониклись к самому процессу, к тому, что это память, которую они передадут из рук в руки, да, к процессу создания. То есть они переживали в этот момент, они прожили очень много эмоциональных моментов в этот день. Поэтому это та ценность, которую я для них сохранил, и они готовы ее сохранить на всю оставшуюся жизнь. И когда я приехал уже в Россию, для меня уже другого ничего не было, как я должен стать производителем не просто фотографии 10 на 15, да, не рулончиков пленки, которые мы тогда снимали, а именно должен стать тем самым человеком, который производит эту ценность. И я тогда уже понимал, что производя только такого рода ценность, мы сможем заставить людей оценить это и в деньгах в том числе. Но самое важное, чтобы вначале никогда не стояли деньги на первом месте. Главное, чтобы вы донесли эту ценность для своих людей, для своих потенциальных клиентов. Так вот, сегодня мы пригласили специалиста в области как раз создания этих самых ценностей. Специалисты, которые занимаются и знают все о том, как создавать эти ценности. Его зовут Евгений. Он является, я не буду говорить, кем он является, да, но вы поймете в процессе. У него для нас заготовлена очень классная такая презентация, которая поможет вам построить вот эту всю технологическую цепочку и понимание того, как вы должны это доносить до ваших потенциальных клиентов, чтобы вы могли продавать в том числе и свои услуги дорого. Поэтому прошу любить и жаловать. Это Евгений. Вуаля. Вот. Добрый вечер. Да, я сейчас присоединюсь к вам поближе. Так, у нас такая студия самодельная. Я буду как режиссер выступать в этой студии. Поэтому, ребят, давайте поприветствуем Евгения. Мы ему даже сейчас сыграем фанфары. Вот. Это фишка этого марафона. Да, это у нас фишка этого марафона. Мне очень приятно тоже приветствовать. Жень, я знаю, что тема альбомов, она давно уже существует. И ты, как представитель компании, которая занимается альбомом, вот мы сегодня вас познакомим. Евгений очень много нам привез сегодня показать. Как показать именно, как должны выглядеть альбомы. Так вот, что в основе своей лежит, вот в понимании. Потому что вам приходится сталкиваться с огромным количеством, когда я говорю вам, это я имею в виду вашей компании, огромным количеством фотографов. Я знаю, что сегодня вы тоже виделись там с сотнями фотографов. Вот что первое люди вначале пытаются понять с точки зрения, для чего это им нужно. Для чего книга нужна для того, чтобы... Или это будет уже в процессе самой презентации? Это будет в процессе, но я, в принципе, на это отвечу. Это самое главное. Самое главное говорить сюда погромче, чтобы нас было слышно. В принципе, Ласло сейчас рассказал очень классную историю, которая как раз-таки подчеркивает разное отношение вот к этой вещи, к фотокниге, как к результату работы фотографа со стороны конечного клиента. То бишь, в данном случае, например, молодой пары или это может быть какая-то семейная съемка. То есть их отношение к этой работе и отношение фотографа к этому продукту. Это принципиально разные подходы. И если со стороны фотографа это непосредственно бизнес-инструмент, это оформление своей работы, это инструмент продаж своей работы, то со стороны любителя, назовем их так, вашей конечной аудитории, это как какая-то действительно семейная реликвия. И понимая вот эту вещь, понимая отношение конечного потребителя к этому, к этой книге, вы сможете выстроить свою систему работы, свой подход к книге, подготовку, правильную подготовку этого инструмента для того, чтобы вам понравился любитель. Вот об этом мы поговорим сегодня. Окей, значит, тогда я сейчас, как говорится, передам бразды правления к Евгению. Мы сразу же, наверное, можем включить демонстрацию нашего экрана, чтобы Женя начал, скажем, свою презентацию, чтобы вам было понятно, чтобы мы не тратили время зря. Буат, ребят, и вы тоже, если можно, дайте, пожалуйста, плюсиками, хорошо ли видна презентация с нашего экрана, чтобы мы понимали, что все окей. Главное, чтобы в чате там у нас появились плюсики. Да, все видно, мы видим. Окей, супер. Супер. Отлично. Друзья, значит, как мы уже сказали, подходы разные. И если взглянуть с точки зрения фотографа на фотокниги, в принципе, и на ваш конечный продукт, да, то фотокнига – это коммерческий инструмент профессионального фотографа. И для того, чтобы разобраться, как действовать дальше, как применять этот инструмент в своей работе, нужно разобраться в первую очередь, за что клиент платит фотографу. Ведь то, за что клиент готов платить, это, в принципе, какие-то услуги, которые основаны на вашем ремесле, верно? Это естественно. С помощью каких-то неких инструментов или какого-то оборудования и навыков. Мы, в свою очередь, как производитель, изучаем вопрос от обратного, то есть от желания клиента, для того, чтобы подготавливать инструменты непосредственно для вас, как для профессионалов. Хочу заметить, что мы, в частности, работаем в системе B2B. То есть в системе B2B мы производим фотокниги непосредственно для профессионала. То есть мы готовим фотокниги вам, фотографам. Мы не работаем с вашим конечным клиентом. Но для того, чтобы они были работающим материалом, для того, чтобы вы могли их использовать правильно, мы должны знать, чего хотят ваши клиенты. Наши клиенты. В первую очередь, наши, действительно, женщины. Вот здесь, на слайде, здесь действительно не зря изображена условно, скажем, женщина, а девушка, которая является нашим потенциальным клиентом. А чего греха таить? Например, если мы говорим о свадебной съемке, о свадебном дне, то это женский день. Да. Согласитесь? Абсолютно. То есть нормальный мужчина там в качестве приложения просто. Он просто хочет, чтобы женщина была счастлива. В первую очередь. Поэтому, естественно, если вы рисуете портрет своего клиента, то здесь какие-то желания, руководитель процесса, скажем так, это, конечно же, женщина. Поэтому мы опросили большое количество невест с целью составить рейтинг самых главных моментов, что женщины ожидают от работы фотографа. То есть непосредственно после свадьбы. То есть каков результат, желаемый результат? Конечно, вы сейчас можете посмотреть на вот это хаотичное облако тегов и составить какой-то свой чарт. Но получилось вот так. Классно, пожалуйста, следующий слайд. Обратите внимание на первые места. То есть в первую очередь, если... То есть это вот реальная, скажем, ценность, которую в рамке выстраивают девушки, которых вы опросили? Совершенно верно. Абсолютно. Вы можете это сделать дома. Вы можете сделать это на своей странице ВКонтакте. Можете сделать этот тест, и вы увидите, что результаты, конечно же, разнятся в зависимости от региона, города, от традиций каких-то, от, конечно же, статуса человека. Но, в принципе, на каких-то длинных расстояниях у вас получится более или менее приблизительно вот такой чарт. То есть первое, что хотят получить люди, которые оплатили услуги фотографа, это, конечно же, регистрация какого-то памятного события. То есть первое – это память, это эмоции, которые происходят в этот день. Это должно быть качественно, это должно быть долговечно, особенно, если это касается каких-то семейных вещей. Ну да, трилизии, фактически. Это должно быть хорошо оформлено, это должно быть стильно, эксклюзивно, не так, как у всех и так далее. Мы-то с вами знаем, да, сейчас многие могут посмотреть на этот чарт и пойти от обратного. То есть когда дело доходит до, когда эта вещь вся доходит до дела, то возникают пункты номер 10 побыстрее, 11 побольше фото, 12 недорого. Да, да, да. Почему это происходит? Потому что люди живут вот сегодняшним днем, проблема сегодня. Если задуматься, что они хотят получить что-то на долгие века, на долгие годы, то, конечно же, рейтинг примерно такой получился. То есть память, другими словами, это эксклюзивно, стильно оформленная, долговечная память. Так, вот. Так, слайды у нас не перелистнулись, но вот сейчас должны быть перелистнулись. А, то есть сейчас вы видите, да, наверное? Все нормально видно, мы говорили. Да, окей. Хорошо, хорошо. Вот такой чарт, посмотрите, пожалуйста, на него и зафиксируйте для себя. Ребята, хочу... Можно следующий слайд, да, это то, о чем мы хотим сказать. Запомните одну вещь. Можете прямо себе записать или сделать принтскрин. Это очень важная такая истина. Цифровой материал невозможно продать дорого. Цифра, в своем понимании, если мы говорим о фотографии, я сейчас не беру видео, да, в другом формате видео мы не представляем. Но если говорить о фотографии, то цифровой материал – это очень субъективная, высокоэстетическая какая-то вещь. То есть фотография в виде цифры вызывает эмоции, да. Она может нравиться, не нравиться, она может доводить людей до слез, но простой человек, любитель не может понять у себя, там, как-то проецировать цену тому, что он видит. Ну, во-первых, даже вот взять, вот здесь изображен диск, да, и первое, что он ассоциирует, вот с этим диском, пластиковая болванка, которая, скажем, ну, сколько она может стоить физически? Она может стоить там, ну, 10, ну, 2, ну, 3 секунды. У нас тут почему-то пишут у всех людей, что live event is over, хотя у меня все обычное, нормально работает. Похоже, придется сейчас нам этот перее… Сейчас, ребят, попробуйте сделать, сейчас, секунду, ладно? Да, сейчас, понял. У всех пропало, потому что… Пропало, нет? Сейчас, поглядите. С какого момента? Ребят, если вы нас слышите и видите нашу презентацию, давайте я сейчас презентацию беру. Вот, пожалуйста, ребят, дайте плюсики и вы дайте… Нам сообщите, что у вас все нормально, да, то есть вы видите все в том виде, как мы это показываем. Мы, наверное, вот так вот, может быть, даже изобразим, чтобы убрать там… У нас даже чат есть, если что, мы тут можем рисовать. Сейчас, 20 секунду, ребята подправят. У нас опять просто очень много посетителей и плавится система. Плавится система, да? Плавится. У нас всегда плавилось, просто мы взорвали опять интернет, и поэтому… Более двух тысяч посетителей. Шикарно. Так, надо обновить им, да? Так, надо просто просить всех обновить, и, собственно, все будет в порядке. Со второго слайда можно? Окей. Все окей, со второго слайда. У нас опять просто очень много… Все, можно продолжать. Вот с этого точно? Вот с этого, да? Включите сейчас, чтобы я здесь тоже вызову его. Второй слайд, да? Да, 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 вот с него можно, пожалуйста. Потому что на этом месте, примерно… До этого нам вообще не слышно было ничего. Слетело примерно вот между вторым и третьим слайдом. Окей. Ну, я просто прокомментирую так, чтобы ввести опять Евгения. Потому что, значит, мы говорили о том, что изначально нужно понять восприятие фотографа и видеографа, фотографа его клиента, да? То есть, за что конкретно платит клиент, да? За что он готов платить фотографу? И мы дали вот такое облако из различных ценностей, на основе которых ребята из компании провели опрос. Мы, наверное, уже можем сказать, откуда, что за компания, потому что у нас такой секрет, не секрет. Это компания «Фотодом», это наши партнеры в нашем проекте. Поэтому компания «Фотодом» провела соответствующий опрос. И вот результаты, о которых Евгений говорил, но мы почему-то слетели. Так вот, да, я продолжу. То есть, что произошло? Мы опросили около 500 невест, это было после форума невест, дали им простое такое задание. Попросили девушек расставить в порядке приоритета те ожидания, те, скажем, требования к фотографам, к работе фотографа, которые они хотят получить, заплатив фотографу деньги. Вот что мы получили из этих вещей. Что получили? Что лидируют, на первое место люди ставят память, в первую очередь, это эмоции, которые они пережили в этот день. Это очень важно, то есть за это платятся деньги фотографу. Это должно быть качественно оформлено, это должна быть какая-то долговечная вещь все-таки, да, потому что если мы говорим о семейной какой-то съемке, то это на долгие века, это не однодневная вещь. Я обычно в этот момент еще добавляю, ребят, мы живем с вами в эпоху цифрового мира, но мы первое поколение переживающие этот период, и мы не знаем, а сколько они будут эти файлы, скажем, храниться. Мы точно знаем, что бумага и фотографии на бумаге, они точно сохранятся сто и с лишним больше лет. Тем более принимаю внимание, что все технологические процессы и качество произведенных фотографических снимков, оно точно гарантированно может сохраниться на сто ближайших лет. А цифровые файлы еще никто не знает, сколько они будут. Сто лет проживут, двести лет, это никто не скажет. Поэтому лучше остановиться, что это действительно будет долговечно. С чем еще сталкиваемся мы, когда говорим о хранении цифровых данных, это то, что несколько раз, скажем, в пятилетку, а сейчас уже в год, меняются форматы. Кто испытал проблему, когда Apple заменил формат кабеля? Ну да. Просто, да, вроде бы, а вы уже не можете чего-то достать из старого устройства. Дискеты совершенно ушли. Диски, они просто пропали, и их просто некуда воткнуть ни в одно цифровое устройство. Флешки, да, они сейчас есть, как долго они проживут, непонятно. Никто не знает, да. Форматы меняются, и если бы я захотел для своих детей оставить информацию на диск и записал бы его, то вряд ли бы они его просто где-нибудь воспроизвели, как в музее цифровой техники. Возможно. Вот в чем дело, этим нельзя пользоваться. Можно поднять каменные таблички индейцев майя, потому что они как были каменными, так они и остались. Это физическое что-то. А цифра очень зыбко в этом плане. Есть сейчас облака, но мы поговорим об этом чуть позже. Да, чуть позже поговорим. То есть, вот такой у нас чар получился понятий. Жень, я хотел вас спросить, скажите, вот оформление, стильный, эксклюзив. Я знаю, что очень много, особенно в последнее время, фотографов почему-то начинают именно к этому в первую очередь обращать внимание. Что вот как это оформлено, да, то есть, насколько это дизайн в этом вопросе. Фотографии должны быть вот действительно использованы с какими-то крутыми фишками, которые доступны только тебе. Вот у невесты-то насколько это ценно? Они как-то это выделяли или вообще? Да, невесты этого хотят, но на самом деле тут нужно проводить большую популяризационную такую работу со стороны фотографа. Объяснять невестам, что дело не в обработке фотографий, ни в каких-то фильтрах, ни в каких-то лишних красивостях, потому что это тоже все выходит из моды. Сегодня это интересно, завтра это, простите, пошло. Это нужно понимать, вы делаете память. Память состоит в том ремесле, которое вы даете, фотография. Самое главное – это передача эмоций, передача хронологии тех событий, которые были в этот день. И чтобы эти фотографии выглядели качественно, а не каким-то образом модно обработаны. Да, то есть, каким-то клипортом, какой-то бешеной обработкой. Ну, сегодня, может быть, вы за счет этого можете поставить лишнюю галочку в своих услугах, да. Но все-таки я вам советую, наверное, выделять больше внимания к качеству, к качеству самой работы, нежели к качеству какой-то обработки, что ли. Ну да, тут не излишки. Дизайн мне должен, дизайн должен подчеркивать фото, но не затмевать его собой. Вот, когда мы начинали говорить, ты говорил о том, что, конечно, в конце концов, когда начинаешь над этим работать, я тоже, например, сталкивался с этим, и не только я, и наши студенты очень часто сталкиваются, говоря о том, что, ну да, конечно, когда клиенту начинаешь готовить, они начинают вспоминать о недорого, о побольше фотографий и побыстрее. Но вот это вот как раз последние пункты, которые в действительности всплывают на первые места в момент разговора с невестами. Но в конечном итоге, как по факту это происходит? Да, то есть мой вам совет. Почему вот эти последние несколько пунктов, побыстрее, побольше, недорого, они появляются в момент разговора с невестами, в момент съемки и сразу после съемки? Потому что люди не думают о том, что это надолго. То, что вы для них делаете, это не на всю оставшуюся жизнь. Да, 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 это на всю оставшуюся жизнь, это такая штука, которая превращается в семейную реликвию. Поэтому, если вы сведете разговор, общение к этому и объясните это, хотя бы вот таким простым тестом перед тем, как выполнять свою работу. Понимаете, если вы дадите такой тест невесте, и она его пройдет, она выстроит вот такую хронологию и сама поймет, чего она хочет. Она об этом даже не задумывает. Вот это точно. Да, да. То есть дайте ей этот тест, пускай она пройдет и поймет, что недолго, побольше фото, побыстрее, это не так уж и важно, оказывается, если задуматься о результате работы, который она будет показывать своим ванукам когда-то. Окей, хорошо. Вот, поэтому, что можно сказать? Друзья, цифровой материал невозможно продать дорого. Можете прямо это даже записать, это очень важно. Если я не ошибаюсь, вот Ласло начал говорить о диске, да? Да, ну, восприятие обычно физическое у людей следующее. Когда он получает фотографии и получает он на пластиковой основе, да, то есть на диске, то ассоциативно, ну, например, профессионалы говорят, происходит командизация. То есть оценка того, что вы делаете, она похожа у всех. Почему? Потому что все делают на дисках. Вот все абсолютно делают на дисках. А что, ассоциативная связь? Диск, DVD-диск, сколько он стоит? Вы не передаете человеку действительно ценность, которая большого размера, какая-то, скажем, большая, скажем, ее можно пощупать. А просто на диске. И что у вас получается? Что вы это, свои работы, вы просто сразу же резко снижаете стоимость. Фотографии превращаются просто в файлы, записанные на диск. А ассоциативная связь, что это, ну, это не дорого. То есть ты, тогда ты кто становишься? Ты не человек, который снимает какие-то произведения искусства. А ты становишься человеком, который просто нажимает на кнопку и выполняет механическую работу. Потом твоя механическая работа заканчивается, записываешь ты механически на этот диск и отдаешь своему клиенту. Поэтому ассоциативно это никак не может стоить дорого. И так как большинство фотографов делают именно это, то есть они все снимают и записывают на пластиковый диск. И, соответственно, что получается? Что вы становитесь похожи на всех остальных. Кстати, если я не ошибаюсь, поправьте меня, если я не прав. Джерри Гионис, мне кажется, Джерри Гионис это говорил, я не хочу продавать кусок пластика с дельтой. Да? Вот такая у него была правда. Абсолютно правильно, потому что у любителя, еще раз хочу подчеркнуть, цифровая фотография это голая эстетика. Это абсолютно, да, действительно, если вы смотрите, я повторюсь, фотографию на мониторе, то она вызывает определенные эмоции. Она вызывает интерес, она может даже заставить заплакать. Да, действительно. Но понятие у обычного любителя о цене такой фотографии, оно не сформировано. Это нематериальная вещь. Это нематериально, это голая эстетика. Вот, поэтому мы сейчас вернемся, наверное, к презентации. В качестве примера я привожу вот такой легко доступный пример. У вас вот следующий слайд. Все знают, наверное, крупнейшую интернет-площадку Amazon.com. Они занимаются продажей всего чего угодно. Интернет-магазин. Да, интернет-магазин крупный, американский, ну не только американский, международная интернет-площадка. Они занимаются продажей всего чего угодно, в том числе... Книг. Книг. Они с этого стартовали, если я не ошибаюсь. Так вот, друзья, вы можете даже проверить. Я из чистого любопытства поискал на Amazon.com произведение Александра Сергеевича Пушкина «Евгения Аник». Цифровая версия этого издания стоит от 4 долларов до 11 потолок. Любое печатное издание самое дешевое от 16 долларов. И вот это, наверное, современные какие-нибудь издания, да? Да, да, это современные. Если мы говорим о ретро, о том, что действительно стало реликвией и имеет какую-то уже ценность историческую, то там, конечно же, более высокие цены. Но здесь смысл в том, что цифровые издания, они хороши для издателей, которые занимаются тиражируемым продуктом. То есть, если у вас журнал, например, то это выгодно распространять его через... Ну да, там начинка информационная, и для тебя стоит задача, как можно быстрее донести информацию до пользы, все правильно. Здесь это совсем другая цена, да. А здесь мы говорим о единичном издании, персональном, продукт, который предназначен для одного конкретного, там, максимум, семьи, да? То есть, это совершенно другое. Здесь нужно исходить от обратного. Этот продукт должен быть максимально оформлен. И на сегодняшний день фотографы имеют такую возможность. И я еще хотел добавить вот какую вещь. Значит, если посмотреть вот именно на этот слайд, да, если вы зайдете сейчас в любой... Вот в Москве есть очень большой магазин, называется Московский, по-моему, прямо на Тверской, ближе к центру, да, то есть к Красной площади. Так вот, там у них есть за стойкой, скажем, кассира, которую ты оплачиваешь, у них стоит огромный-огромный такой стеллаж. Ну, они называют это с эксклюзивными изданиями. Я обратил внимание, что в эксклюзивном издании там можно купить книги, ну, то есть в единичном исполнении. Просто книга там того же самого Александра Сергеевича Пушкина стоимостью от 150 тысяч и до полутора миллионов. И там эксклюзивность какая она создана? Она создана и воссоздана вот таким образом. Когда человек покупает, он понимает, что это в единичном экземпляре. Больше этого нету, больше никто не будет владеть такого рода книгой. Поэтому, когда вы своему клиенту говорите о том, что, дорогой, это для тебя, только для тебя, больше никого нету, это в единственном экземпляре мы делаем эту работу, вот тогда человек головой начинает понимать, что это действительно та ценность, за которую он платит деньги. Не за файлики на пластиковом диске, а именно вот за счет этого, за то, что для него и только для него индивидуальным образом была подготовлена и сделана эта фотокнига. Да, нечто персонализированное под конкретную личность, это действительно очень ценится. Это то, чем должна заканчиваться любая работа под конкретного человека, а не под какой-то тираж. Поэтому, конечный результат работы фотографа, мой вам совет, и в принципе это из мировой практики, он не должен быть цифровым, это дешево получается. То есть вы не сможете, повторюсь, не сможете продать цифровой материал дорого. Я прошу прощения, что я перебью. Жень, я обычно всегда говорю своим студентам, ребят, вы должны понимать, что если человек, придя, получив от вас вот этот вот самый диск пластиковый, он просто идет с этим диском и в любую лабораторию. То есть ему ничего не нужно сделать, он просто пришел и взял и отпечатал. То есть если он понимает, что он может это сделать и сам, то вы ему не нужны. Поэтому пачки фотографий, которые вы будете там упаковывать, в упаковочке, скажем, делать, это уже все равно не будет той ценности иметь. Он может точно так же пойти купить, скажем, эту коробочку, вот мы, один из наших, скажем, партнеров тоже предлагают. Да, коробка это красиво, это упаковка, но это тоже хорошо. Это хорошо, но это опять же полуфабрикат. Поэтому, когда вы делаете что-то эксклюзивное, человек берет это и понимает, что он никогда в своей жизни сам этого не сделает, конечно, можно пойти, скажем, сейчас, ну я не знаю, я боюсь, что я могу ошибиться, да, но десятки компаний выпускают дешевые книги. Огромное количество. Мы об этом поговорим, да. Есть, да, я не буду туда забегать, но просто, когда человек понимает, что, да я могу это сам сделать, но ты иди, пойди, попробуй, и ты получишь непонятно что, непонятно какого качества, и, соответственно, из вашего материала, что очень важно. Да, то есть, вот такой результат может быть. Это составляющая такого немаловажного качества вашей работы, вашего инструмента для продажи, работа как продаваемость. Мы вот к этому вернемся немножко впереди, поговорим об этом, что это такое. То есть, конечный результат должен быть не цифровым, это должно быть что-то материальное, ощутимое, то, что можно потрогать. Женя, а давай вот вернемся к той истории, которую я рассказал. Если представить себе, что вот в руках моих тех клиентов австралийских, на руках был бы просто-напросто какой-нибудь, я не знаю, пластиковый диск, негативы пленки, которые бы они оставили не у меня, например, а оставили у себя, да, то что в конечном итоге? У них даже не было бы возможности спасти эту книгу, они просто бы сгорели бы и все. А тут человек в одном месте, у них хоть какая-то копия, пускай подгоревшая, но она осталась. А пластиковый диск сгорел, и все, и нету его. Фотографии просто, они горят еще быстрее, чем сама книга. Негативы просто плавятся только потому, что, скажем, рядом будет что-то, скажем, горячее, и они просто оплывают. И уж точно никогда вы не восстановите. То есть даже к практической точке зрения, вы когда переходите и говорите, ну это же не практично, вы не сохраните этого всего. Вот вам, пожалуйста, еще один аргумент, который вы можете использовать, когда вы говорите своему клиенту, почему это должна быть книга, а не цифровой, скажем, материал, а не там фотографии, полуфабрикаты, как вот здесь на слайде показано. Да, я добавлю, не ради так красного словца, но действительно это произошло совсем недавно. У меня был винчестер, как и у любого из нас, у которого пожизненная гарантия. На 100 лет, наверное, да? На 200. Просто пожизненная. На котором хранились, естественно, какие-то архивы моих каких-то поездок, личные фотографии. Он просто, просто-напросто умер и все. Не восстановите, восстановление нет. Да, что предполагает гарантия? Гарантия предполагает замену устройства. Но мне меняют устройство на абсолютно чистое, где нет моей памяти, от этого мне как бы не легче. Я могу купить новое и сам, но вся память просто пропала. Вот ценность вот этих фотографий, именно в фотографиях, а не в самом железе, которое ты можешь пойти восстановить. Есть, конечно, сейчас облачные сервисы, это очень удобно и хорошо. Но опять, тут вопрос, это новинка, поэтому как там будет дальше, непонятно. А те каменные таблички Майя, которые по сей день живут, и с них там что-то можно прочитать. Ладно, давайте теперь посмотрим на фотографии все-таки с точки зрения фотографа на конечный результат. То есть как же фотографу быть, если вот это вот видео мы сейчас пропустим. Давайте вернемся к конечному результату, вот к предыдущему слайду. Вот к этому все-таки. То есть конечный результат, каким он может быть, быстренько пробежимся по нему. Конечно же фотографии, это хорошо, это уже материя. Первый шаг. Да, первый шаг. Это тоже хорошо. Почему нет? Потому что это минимальные затраты, но какой-то уже результат. Это то, что можно дать в руки, и фотография уже по-другому воспринимается вашим клиентам. Второй момент. Ну, у фотографий, конечно же, есть один небольшой недостаток. Это все-таки полуфабрикат. Это не то, что на сегодняшний день может сделать из своей работы фотограф. Если мы говорим о паспорту или о каких-то оформленных фотографиях, наборное фото и так далее. А в чем вот эта полуфабрикатность, Жень? В чем полуфабрикатность? В том, что эти фотографии чаще всего клиент куда-то хочет определить. Если он не будет пачкой ее хранить. Может быть, да. Но опять же, это все попадает в коробки из-под обуви, которые хранятся где-то в стеллаже. Вот я к чему это спросил, я вспоминаю историю. У меня была клиентка, которая... У тебя у каждого уже есть такие коробки из-под обуви, где бабушки на фотографии. И вот я прихожу к своей клиентке, и она мне говорит, слушай, заводит меня в комнату, стоит шикарный итальянский диван, рядом софа, рядом стоит. И вокруг этого всего, вот просто пачками стоят коробки. И вот на твоем слайде, вот последний, там где подписано «моральный устарел», это альбом, в который моя клиентка вставляла то, что мы называли... Полиэтиленовый. Да, с полиэтиленовым таким. Он говорит, ты представляешь, вот это стоит у меня уже там и копится. Я не знаю, что с этим делать. Фотографии мы обычно как делаем? Ну, максимум, что хорошие, может быть, мы отпечатаем, и они разбросаны. Вот здесь, скажем, половина прошлого года, а вот здесь там 10 лет, но там, по-моему, чего-то не хватает, у нас не хватило места, вот мы перешли на другой альбом. И в конечном итоге человек даже не может логически, скажем, построить что-то, где что-то творилось. И первое, что я предложил, давайте мы, говорю, это все вам каким-то образом упорядочим. И мы из этого всего огромного материала мы создали десятитомник. Десятитомник, который сейчас водружен, скажем, в нужном месте и хранится, скажем, на полке. И для них это вообще стало именно фамильной реликвией, потому что там идет история семьи. И вот здесь посередине файл, да, нет сюжета. Вот как раз в альбоме мы эту сюжетность всю соблюли. Мы показывали, вот, скажем, книга, первый том там, вот мы здесь, вот мы здесь, вот мы тут, вот мы день рождения празднуем, вот мы, у нас родился еще один ребенок, вот он растет, вот отдельный альбом для ребенка с момента его рождения, кончая, скажем, там, последними фотографиями, которые были сделаны на этот день. То есть фактически ты получаешь действительно рассказы, истории семьи. И она когда, вообще она делала это в качестве подарка собственному мужу. Она вручила, это действительно мне говорила, на десятилетие, вот, 10 лет нашей жизни. И вы представляете, человек, получив в руки, он ей, что он сказал? Ты знаешь, говорит, дорогая, вот в моей жизни, ну, это действительно очень богатые люди, в моей жизни было все, да, я потратил там огромное количество денег. Но это самый дорогой подарок, потому что это вся история моей семьи. История моей семьи, потому что, когда ты это получаешь вот в одном месте, вот рассказано, то ты ценность сразу же, она резко возрастает. Вместо вот этих огромных альбомов, которые были сейчас вот на файле у Евгения. Да, это благородно было. Очень красиво. Там люди вообще потратили бешеные деньги на создание этого процесса, ну, самого продукта, да, то есть 10 томов в эксклюзивных обложках. Там вообще было, ну, так, серьезно подошли к этому процессу. Да, если вернуться все-таки к начальным таким шагам, то есть фотографии, да, мы разобрались, паспорту, это уже более оформленная фотография, но, к сожалению, там действительно нет сюжетности. Можно оформить классно портрет паспорту, это будет красиво, с высечкой, все как положено, да, но не будет сюжета. То есть вы можете переместить... Рассказывать, ты не расскажешь историю. Да, вы не сможете рассказать историю, потому что потеряется хронология. Альбом действительно морально устарел. К чему мы с вами переходим? У меня было заготовлено кое-какое видео, которое мы совместно с ребятами из Самары, Light Project, сделали такой видеоролик, который был предназначен для любителей. Мы обязательно сбросим вам ссылочку, чтобы вы посмотрели, вы можете даже пользоваться этим видеороликом, показывать его перед началом работы вашим клиентам. Он просто такой хороший, интервьюируются ребята, которые уже получили книги. Вы послушаете... Я видел это видео, очень классное видео с точки зрения действительно донесения информации для вашего потенциального клиента. Чего хотят ваши клиенты, они сами об этом расскажут. Это живые люди, которые... Это вот, кстати говоря, очень хорошо еще знать, почему? Потому что важно было не то, что вы это рассказываете, а это рассказывают конечные клиенты, то есть люди, которые получили эту книгу, и они об этом ведут речь. Отзывы. Да, да. Это то, чего мы, в принципе, всегда говорим. Вот в тренинге нашем мы как раз будем рассказывать, насколько важны эти отзывы, в каком формате они должны быть получены. Мы расскажем структуру этих отзывов для того, чтобы мы могли... То есть вы, получив эту... Ну, скажем так, конструктор, да, вы могли прийти и любого вашего клиента опросить и получить этот отзыв, который вам можно будет записать либо в письменном виде, либо в видео. Да. Теперь мы можем перейти к следующему слайду. Естественно, мы с вами приходим к тому, что фотокнига лучше конечный результат работы коммерческого фотографа, по крайней мере, ребята, на сегодняшний день. То есть что она позволяет в отличие фотоальбома? В принципе, можно сказать, что фотокнига – это фотоальбом нового поколения. Все очень просто. Но с использованием, я так понимаю, современных технологий, доступных сейчас. Совершенно верно. Да. То есть фотокнига предполагает дизайн, в котором вы можете как-то правильно разместить, обработать вашу съемку, правильно ее подать. Фотокнига предполагает сюжет. Вы от начала до конца проводите зрителя через завязку, кульминацию, развязку сюжета. Фотокнига предполагает хорошее оформление. Под оформлением я подразумеваю обложку и те материалы, которые задействуют. То, что текстильным образом, да, то есть можно потрогать, пощупать тильность – это очень важно. Конечно, это когда человек смотрит фотокнигу, у него помимо визуального канала, который обеспечиваете вы своими классными работами, подключается тактильный канал. То есть вы физически воздействуете на человека, задействуете, ну, второй канал, который действительно… Еще бы запах сюда подключить, вообще было бы петь. Есть такие веяния, но я сейчас, кстати, объясню по поводу запаха, раз уж вы не коснулись этого. Есть люди-кинеэстетики, это большая группа людей на самом деле, которые потребляют информацию, особенно положительную информацию, через осязание, ну да, осязание, то есть через прикосновение к вещам. Поэтому мы, как производители и другие производители, конечно же, стараемся употреблять какие-то материалы, которые вызывают эти приятные чувства. На картинках, даже если вы покажете видеоролик, покажете фотографии, человек… Я вообще никогда не понимаю. Абсолютно, да. Первое впечатление о фотокниге, как о продукции происходит, когда ее берешь в руки. И это, кстати говоря, фактор, я, может быть, чуть-чуть забегаю, это является в основе, скажем, своей… Ласло. Да. Периодически люди пишут, что вы пропадаете, вот. А сейчас что? Ну, ребята пишут, что периодически пропадает звук, и у многих вылетает звук этот, глючит. Ну, у нас, как бы, вы нам командуете чего делать? Ну вот, мы, как бы, и командуем. Сейчас, стоп, пока. Окей. Сейчас ты не завершил? Я ничего не завершил. Периодически люди пишут, что вы пропадаете. Хотя вот сейчас все нормально. А сейчас что? Ну, ребята пишут, что они пропадают. В общем, сейчас все нормально, и я думаю, можно продолжать, да? Да, надо просто ребят просить, чтобы они там обновили страницу, и все окей. Окей, ребят, если вы нас только сейчас начали слушать, пожалуйста, обновите вашу страницу, и мы дальше продолжим. Я так понимаю, нам нужно вернуться там буквально на какой-то файл 2. Вот на том слайде, который мы сейчас были, как бы, все, надо продолжать, все нормально. Окей. Будем продолжать? Да, да. Хорошо. То есть, про кинестетиков мы сейчас говорили, я немножко вернусь. Помимо визуального канала подключается второй, не менее важный канал, канал тактильный. Очень многие люди воспринимают информацию через осязание. То есть, это такая группа людей кинестетики. Очень много среди нас. Вы можете даже про себя такое вспомнить, да? Поэтому мы стараемся использовать какие-то материалы, которые дают приятные ощущения, когда их трогает. Человек-книга производит впечатление от прикосновения в том числе. То есть, посмотрев кучу фотографий и видео про фотокниги, можно ничего совершенно про нее не понять, пока она не попадет в руки. То есть, это какие-то материалы обложки. Это специальная бумага, в частности, шелковая бумага, да, которая имеет какие-то тиснения, рифленности, приятные пальцы. И так далее. А вот Ласло спрашивал про третий канал, канал обоняния, то есть, запахи. Есть такая тенденция, действительно, мы же отслеживаем европейские движения в производстве фотокниг, но существует более десяти аллергий, которые вызываются даже естественными какими-то запахами, не говоря уже о химических. Поэтому тут мы боимся брать на себя ответственность, какие-то более поздних проблем, которые могут возникать. Возможно, мы когда-то к этому придем, но действительно есть такая проблема, которую нам надо решать. Я думаю, что это, скорее всего, знаете, как будет, Евгений? Там будет так, фотограф будет спрашивать, скажите, пожалуйста, извините, что я как доктор спрашиваю вас, нет ли у вас каких-то аллергий, какие предпочтения, что вам нравится. Давайте мы альбом сделаем с лавандовым запахом, и невеста скажет, да, лаванды, наверное, будет классно. А муж говорит, нет, мне нравится пиво, или запах кожи, или табака, и вот у вас будет половина запаха лаванды, а вторая половина табаком. Но это шутка, конечно, сейчас, но я думаю, что мы придем к этому, что люди действительно будут все-таки даже до таких нюансов приходить. Я думаю, что в первую очередь, наверное, будет сейчас важно прочувствовать и понять, что в первую очередь вы должны действительно воздействовать на людей, хотя бы еще на один дополнительный канал. Канал именно кинестетический через тактильные ощущения, и тогда человек это будет понимать и оценивать. Да, то есть, если вы помните, мы с вами составляли... Нет, следующий можно уже слайд. То есть, дав, дав вашему заказчику все эти вещи, которые очень важны для них, вы получаете лояльность, соответственно, за это клиенты платят. А дальше мы с вами начнем разбирать... Можно я, Жень, добавлю, там вы не только лояльность получаете, вы по-настоящему, вы меняете в глазах вашего клиента ценность, которую вы несете. Вы не просто как раз вот тот исполнитель механической работы, вы человек, который добавляет ко всему тому, что вы уже сделали. Вообще, я еще вот что добавляю. Почему книга, фотокнига является классным инструментом для продаж? Потому что здесь происходит соединение. Мы с вами, мы являемся... Вот видеографом, кстати говоря, намного сложнее это сделать, чем фотографом. Мы с вами являемся производителями сервиса. То есть, это то, что нельзя пощупать. Это то, что за то, что тебе нужно вперед заплатить. То есть, тебе нужно заплатить, потом сидеть и ждать, когда тебе это сделают. Заплатив, ты не знаешь, какого качества это будет. И поэтому, когда ты говоришь, вот у вас будет книга, да, и вы эту книгу получите, то вы сразу же человеку представляете, каким образом это будет выглядеть с точки зрения самого... Так, мы сейчас отключим эту трансляцию, а то у нас тут могут быть недопонимания с точки зрения, кто это, да. То есть, у нас сейчас это не Влад Алиев, а... Так, ладно. Так вот, вы воздействуете и показываете, что это та ценность, которую вы несете, и через что вы несете, и это физически, вот оно, его можно потрогать. Ну, да, вот если брать, скажем, пожалуйста, тут есть масса примеров того, как это выглядит, и тогда человек совсем по-другому начинает оценивать. И он совсем по-другому начинает оценивать и финансово в том числе. Ну, то есть, то, о чем мы, в принципе, говорили. Значит, я хочу сказать очень важную вещь. Запомните, мы ни в коем случае не призываем продавать и зарабатывать на книге. Вот эта книга позволяет вам максимально качественно, максимально дорого оформить свою работу. С помощью этого инструмента вы повышаете уровень своих услуг. Вы увеличиваете и эстетическую, и какую-то видимую стоимость своих услуг. И действительно, вы можете его использовать в качестве продаж. То есть, вы накручиваете, извините за такие некрасивые выражения, деньги не на самом продукте книги, а вы повышаете стоимость услуг, потому что они выглядят гораздо дороже за счет этого инструмента. Это помощник продажи ваших услуг. И книга выступает материализированным, конечным продуктом. То есть, то, во что вы материализуете ваши услуги. То есть, то эфемерное, которое может быть в глазах вашего потенциального клиента, вы это берете и конкретно показываете. Вот смотрите, чем закончится моя работа. Вы получите вот этот продукт, который останется с вами. И вот тогда у человека происходит переоценка в голове. Он начинает понимать, что это является тем, что я получу в конце. Вот таким именно оно будет выглядеть. Вот такого качества оно получится. И вот такие фотографии примерно. Понятно, что они у каждого клиента могут быть разными, но они получатся физически вот в таком формате. Потому что если этого не сделать, у человека вот все настолько эфемерное. Кстати говоря, именно это еще влияет на человека, когда он пытается... Ну, вы ему говорите, вот если у вас нет книги на руках, да, это вот мы, наверное, позже будем говорить, то вам фактически продать это невозможно. До тех пор, пока у вас не появится самой книги, продать книгу невозможно. Нужно сначала ее сделать в виде портфолио, и только тогда вы начнете это. Но это чуть позже. Позже инструментов – один из шагов, которые мы сегодня обязательно обсудим и рассмотрим. Мы сейчас подходим с вами как раз к самой интересной части всего нашего дела. Это, в принципе, мы сейчас поговорим, как же работать с книгами, и как их применять для увеличения... То есть самый вот сок сейчас. То, что нужно знать фотографам. Мы сейчас с вами обсудили то, что хотят ваши клиенты для того, чтобы понимать, что им предлагать. А сейчас мы будем говорить о стратегии, наверное, да? Да, да. Какие шаги и что мы предлагаем делать? Значит, какие... Понятно, идеи конечных клиентов, то есть ваших клиентов, да, потребителей, мы уже разобрали и подняли. Какие требования фотографа к производству, производителю инструментов, в том числе и фотокнику? Первое качество, оно очень важно, это продаваемость. Это вот то, о чем упомянул Ласло, то, о чем он начал говорить. Это очень емкое понятие, одним моментом из которого является недоступность материала. То есть если ваш клиент может сам, взяв цифровой материал, зайдя на какой-то сервис, взять и сделать себе то, что вы ему пытаетесь продать, то ваш конечный продукт не продаваем. Запомните, что существует куча сервисов, которые печатают фотографии онлайн, которые печатают магнитики, которые печатают холсты, которые печатают какие-то фотокниги более, скажем, примитивные, да? Они стоят своих денег, они рассчитаны на любителя, они действительно классные сервисы. Но пытаться продавать с помощью этих продуктов невозможно. Этот продукт стоит столько, сколько он стоит. И не дороже. Человек знает, что он может сам, потратив 5 минут, это сделать. Мы, например, так как мы работаем, как я уже говорил, для профессионалов, для фотографов, ограничиваем услуги для любителей, то есть не даем им того, чего предлагаем фотографам. Мы считаем, что это очень важно, потому что у вас есть инструменты, с помощью которых вы можете показать, я делаю так, как вы не можете делать. Это, кстати говоря, хороший такой фактор, который, скажем, очень важно сейчас пояснить. Потому что я очень часто сталкиваюсь в практике, особенно у ребят, которые только-только начинают работать. Так вот, ребята начинают делать следующим образом. Они берут, приходят, скажем, к вам, например, и говорят своим клиентам, вы знаете, вот производитель, вот цена производителя, я вот здесь ничего не зарабатываю, это цена моего производителя. Не понимая, что качество, которое они уже сейчас могут предложить своим клиентам, полученное от производителей таких компаний, как Фотодом, это то качество, которое их потенциальный клиент нигде не сможет получить. Ну, просто нигде. Это очень сложно. Или там предложения настолько ограниченные и настолько примитивные, что клиент действительно понимает, что он нигде этого не сможет сделать. А вы ему просто берете и отдаете, говорите, на, бери его по себестоимости. Именно здесь вот как раз и закладывается самая основная прибыль. Потому что вы должны понимать, что когда вы создаете книги, вы не только правильным образом располагаете фотографии, да, на развороте или на странице, вы еще вкладываете время в подготовку этих фотографий, в ретушь, в свое видение, в стилизацию, в дизайн, о котором вот Евгений только что говорил. Поэтому именно за это вы просите еще надбавочную стоимость. Ни в коем случае нельзя вот брать так, как многие молодые, то есть новички, которые пытаются вот этот процесс продаваемости, да, упрощать и говорить, да, знаете, вот возьмите, это вот столько стоит. Это называется отвязаться на самом деле. Только от, собственно, нежелания тратить время на этот процесс. Ну, иногда действительно процедура производства может быть сложной для фотографа, поэтому задача производителя упростить это все дело, а фотографа, конечно же, проявить внимание. Это большинство делают, знаете кто, это люди, которые не хотят действительно с этим процессом вообще никак связываться и заморачиваться, либо они просто не умеют это делать. И все, и тогда они, скажем, говорят, да нафиг мне это надо, я не буду этого делать. Совершенно верно. Еще один момент в продаваемости, мы уже сказали, да, недоступность этого продукта для вашего конечного пользователя. Мы совершенно понимаем, что берем на себя ответственность, большую ответственность, производя какой-то инструмент, который продает ваши услуги. То есть мы перед вами несем ответственность. Вы за счет того, что произвели мы, показываете свою работу и получаете какой-то уже отзыв и впечатление. То есть если мы свою работу, в свою очередь, сделаем плохо, плохо сделаете вы свою работу. Поэтому мы очень серьезно к этому относимся и пытаемся всячески делать свою работу хорошо. Вот что мы пытаемся делать. И еще один момент в продаваемости, это, скажем так, эти книги обходятся дешевле, чем выглядят. То есть они выглядят дороже, чем они вам обходятся. Это тоже очень важно, потому что когда ваш конечный клиент смотрит на сам продукт, он понимает, что это не дешевая штука. Она выглядит очень действительно здорово. Естественно, в своей себестоимости, по которой она обходится вам, как профессионалу, она несколько другой цены. Это тоже составляющая фактора продаваемости. Это тоже важно. Но вот здесь я еще хотел тоже добавить одну такую вещь, переплести это с тем, о чем говорил, Женя, ты уже. Это когда ты говорил, вот существует масса других сервисов, где можно произвести недорогую фотокнигу, которые доступны как раз для вашего потенциального клиента. Так вот, там она выглядит совсем, во-первых, напечатана на тонкой бумаге. Это, скажем, в принципе, не выглядит как эксклюзивная книга с жестким переплетом. Она не рассчитана на то, чтобы ее можно было продавать кому-то, то есть конечному клиенту. Поэтому здесь изначально в самом, ну, заложено в продукте, что это по своей основе, на своей основе. Это ручной переплет, да. Вот если я, например, когда объясняю своим клиентам, я говорю, ребят, вы должны понимать, что это изготовлено для вас. То есть это ручной переплет. Это не машина, которая шнуровывает, сшивает вот эти фотографии, напечатанные, идущие из другой машины, напечатанные на тонкой бумаге. А это каждая фотография, каждый разворот собирается в блок. Это каждая обложка делается людьми. И каждое решение – это приложено, это ручной сервис. А когда речь идет о ручной работе, то, соответственно, это сразу же поднимает ее ценность и стоимость. Поэтому в данной ситуации, даже объясняя это, почему, например, Феррари стоит дороже, чем, не знаю, Фольксваген. Хотя, если подумать так, Фольксваген с точки зрения производства намного технологичнее. Потому что Феррари вручную собирает машины. То же самое касается, скажем, всех дорогих брендов. Роллс-Ройс, я не знаю, Ламборгини. Там ограниченный тираж и ручной труд. А за ограниченность тиража и ручной труд люди готовы платить огромную премию. Даже вперед платятся деньги и сидят целый год, ждут, когда для них, конкретно для этого человека, будет изготовлен этот конкретный автомобиль. Здесь та же самая ситуация. Абсолютно та же самая ситуация, только перенесенная на фотографии и книги. На более последние. Да. Вторым фактором, наверное, является надежность сервиса. Надежность сервиса, то есть, конечно же, работая с производителем как с подрядчиком, вы должны быть уверены, что любой возникающий вопрос найдет свое решение. Это очень важно. Мы работаем, в частности, с 2006 года, стараемся как-то закрепить себя, как все-таки… За это время мы прошлись по граблям, понимаем, с чем имеем дело, имеем онлайн-поддержку и так далее. Ну ладно. Не только мы на рынке, есть еще множество компаний. Подчеркну еще раз. Выбирая производителя фотокниг, пожалуйста, ориентируйтесь на направление работы с профессионалами. Есть сервисы, которые направлены на любителей, и есть сервисы, которые направлены не только на профессионалов. Это очень важно. Вот тот дом это или еще какие-то другие компании. Я вот по себе, опять же, могу судить, что я, когда принимаю решение, действительно, я в первую очередь оцениваю с точки зрения, насколько компания, которой я буду вести работу, она посвящена и погружена в мои проблемы, проблемы профессионала. Если люди меня понимают, они говорят со мной на одном языке и говорят, мы знаем, что ваши клиенты будут требовать надежности или, скажем, качества, индивидуального подхода к каким-то вопросам. И вот это будет позволять вам дальше, скажем, помогать вам продавать это все. Да. Вот. Правильно, Ласл сейчас заметил такую вещь, проблемы клиента, да? Мы понимаем ваши задачи, ваши требования, мы стараемся это учесть и подготавливаем какие-то готовые решения. Третий фактор, такой востребованный фотографами, вами, это какие-то предложения с нашей стороны, со стороны производителя, да, которые можно использовать в бизнесе. И вот на них, на инструментах для бизнеса, следующий слайд даже мы его отвели, инструменты для вашего бизнеса. Это очень важно, это те готовые решения, которые позволяют вам развиваться и зарабатывать. И первый такой инструмент – это демо-книга. Как мы уже говорили, показав какие-то цифровые изображения, рассказав кучу красивых историй, объяснив на пальцах, вы не сможете донести вашему клиенту, что такое вот эта книга. По нескольким причинам. Первое, что может быть и чаще всего случается, он вообще не знает, что это такое. А как говорил Стив Джобс, люди не могут полюбить то, чего они не видели. Это абсолютно. Вот. Второе, он уже видел, но не то качество, которое вы можете ему дать. То есть он ассоциативно связывает непонятно с чем, и вы это не контролируете вообще. Да, у него свой опыт в этом вопросе. Может быть, это какая-то мама, которая заказала себе уже книжку в каком-то сервисе, не очень дорогом получила, ну, в принципе, хороший съедобный продукт. И она знает, что фотокнига – это вот то, что лежит у нее на журнальном столике. И когда вы объясняете, что это будет что-то подобное, но на порядок выше по стоимости, она уже ассоциирует, конечно, ассоциирует с тем, что у нее есть, и не понимает, как можно отдавать там в 10 раз больше денег, пусть даже со съемкой, но за то, что она может в интернете себе позволить за там по 700 рублей. Может быть такая история. Поэтому, конечно же, ваша демокнига – это ваш демонстрационный материал, с помощью которого вы демонстрируете в первую очередь свою съемку. В первую очередь. У нас есть в тренинге такое понятие, как маркетинговый кит. То, о чем сейчас говорит Евгений, это является как раз основой такого маркетингового кита. Потому что без того, как вы могли бы прийти и сказать, вот то, что я продаю, вот то, что вы получите, вот то, с чем, скажем так, вы придете на встречу со своим потенциальным клиентом, это просто невозможно продать. Какие бы мы вам техники не рассказывали, апсейлов, даунсейлов, конверсий, кроссейлов и чего бы только мы не говорили, если у вас в руках нет маркетингового кита, в основе которой лежит книга, фотокнига, вы ничего не сможете сделать. Вы будете все время бить либо по хвостам, либо задевать только самую малость того, что вы можете это сделать с помощью фотокниги. Поэтому вы должны понимать, что демонстрационная книга – это действительно вещь, которая производит впечатление, она практична и она вам дает возможность показать вашему клиенту, что конкретно он получит в конце, когда он закажет ваши услуги. Это вот то, о чем я говорил чуть раньше. Материализованная вещь в конце процесса, то есть услуги, оказание услуги, и тогда он с легкостью расстается с деньгами. Да, он видит цену тому, за что он будет действительно платить. Да, но у меня вот в практике, я всегда привожу это на своих занятиях, что приехав в 2002 году, первый мой был сезон, я пришел в агентство, где были представлены другие фотографы, которые снимали свои максимальные заказы за 200-300, ну максимум за 400 долларов, максимум даже, ну может, топ-фотограф, есть такой фотограф, очень известный, Саша Ноздрин. Так вот, Саша тогда снимал там до 500 долларов, максимум, да, я абсолютно никому не известный, там, никто мою фамилию не мог тогда правильно произнести, а имя уж точно, путали между Ласло либо Масло, я уже говорил об этом. Так вот, они увидев, только просто увидев книгу и услышав цену в 5 раз дороже цены топового фотографа в том агентстве, люди заказывали с такой легкостью, что было вообще просто, ну, мне не приходилось ничего даже говорить. То есть это инструмент, который сам себя продает, тебе продавать-то толком не нужно. Ты берешь просто и говоришь, вот это то, что вы получите, понятно. О, я никогда в жизни в своей не видел, о, это то, что я хотел, о, это классно, о, это круто, потому что там куча всяких... Работа материализованная в виде продукта. Поэтому вот вам как, в качестве примера того, как можно, скажем, только изготовить фотокнигу в виде демонстрационного результата, это конвертирует сразу в деньги. Да. Так вот, если говорить вообще о подготовке демокниги, друзья, когда вы подойдете к вопросу, о подготовке демокниги, обратите внимание на два параметра, ведь вам с ней работать. Это ваш инструмент номер один, рабочий, да. Она должна производить впечатление, быть практичной. Давайте рассмотрим. Производить впечатление. Значит, что я вам искренне рекомендую? Демонстрационный материал – это такая вещь, в которой нельзя экономить на размере. То есть, здесь действительно размер имеет значение. Сделайте книгу форматом 30 на 30. Она классная. Давайте покажем, где они. Давайте покажем. Да, у нас есть книга 30 на 30, да, вот, чтобы это выглядело. Формат 30 на 30. То есть, вы можете принести и показать свою работу вот в виде вот такой книжки. Она симпатичная, она очаровательная книга, но она не возбуждает интерес к вашей съемке. Она не настолько сексуальная, да, можно сказать так. Если же вы показываете вашу съемку, вашу работу в большом, широком формате, в каком-то классном переплете, то это действительно производит впечатление. Да, я просто хочу добавить. Вот смотрите, как часто, вы задайте просто своему потенциальному клиенту, как часто они видели себя в размере 30 на 60. На развороте журнала? Да. Вот когда они это видели? Вот в таком формате они могли себя видеть, потому что они могут напечатать фотографию 15 на 20, 10 на 15, вот. И это сразу ассоциативно складывается именно с этим. Когда он видит себя, себя, не вас, не кого-то, дядю какого-то журнала, да, а себя 60 на 30, да, это совсем такой, вау, класс. Я, кстати говоря, это говорю еще, что когда вы делаете дизайн, вот таких вау эффекта разворотов у вас должно быть минимум 3-4, потому что это производит впечатление. Я вам уже фактически рассказываю сейчас, добавляя, скажем, к тому, что говорит Евгений, с того тренинга, с предыдущего нашего тренинга, где я давал целый 4,5 часа вебинар, как создавать книги для того, чтобы они получали соответствующую отдачу эмоционального восприятия со стороны вашего клиента. То есть это то мясо, которое мы выдаем обычно в тренинге. Да, то есть производить впечатление книга действительно должна, и формат здесь действительно влияет. По крайней мере, ну, вы знаете все поговорку, у вас не будет второго шанса произвести первое впечатление. Это точно. Поэтому человек должен знакомиться, конечно же, с большим форматом. Почему? Потому что у среднестатистического человека соображалка не работает, как можно сделать из маленького формата. Больше и дороже. А вот в обратную сторону все нормально, как бы себе представляют. Поэтому учтите этот момент, формат, это очень важно. Можно сэкономить на количестве разворотов, можно сэкономить еще на чем-то, но формат, пожалуйста, сделайте большой, это действительно вам поможет в продаже собственных услуг. И второе условие, второе качество демокниги, это, конечно же, практичность, вам с ней работать. А в чем практичность вообще у футокниг складывается? Это то, что, наверное, скажем, можно спокойно взять, собрать, давайте я покажу сейчас экран. Это я про свою клиентку рассказывал, да, когда я говорил, что у нее вот эти вот старые альбомы лежали, скажем так, вокруг ее. А это то, что вы можете взять, собрать вот так вот и поставить на полку. Или вы взять, можете вот такой альбом положить красиво в коробку и тоже где-то, скажем, хранить. Вот практичность в этом вопросе. Что еще могут быть? Практичность, ну, если говорить о таких длинных периодах, то есть о книге в целом, почему она практична? Она практична потому, что она посвящена одной истории, мы ее даже при всем желании не перепутаем, фотография не отклеится, не заломается уголок и так далее. Второе, туда заложены такие технологии, которые позволят ей прожить десятилетия, а то и в основном. Мы, например, каждый день у нас действительно есть в офисе книга, и две девочки, у них есть задача перелистывать эту книгу ежедневно минимум пять раз. Пять раз. Пять раз. Этой книге уже довольно, ну, я не совру, наверное, если скажу, что более год, да, но у нас есть еще экземпляры с 2006-го. А у меня, ребята, есть книга, которой на сегодняшний день уже, дай бог памяти, более девяти лет, я эту книгу не заставляю девочек, да, а у меня клиенты, которые приходят, они листают, и эта книга, ну, листается в год, наверное, ну, раз по 30-40 в год. Не каждый день, но раз 30-40, но уже достаточно долго. И действительно ты смотришь и понимаешь, что, елки-палки, вот насколько технологически сейчас мы пришли к тому, что с книгой ничего не происходит. Во-первых, не происходит ничего с фотографией. Они закрыты, они не попадают, скажем, под ультрафиолетовое, скажем, под ультрафиолетовое излучение, да, то есть здесь же ведь используется настоящая фотобумага, да, это мокрый процесс, то, что мы называем, да. Соответственно, здесь все то же самое, вот как раньше у нас происходило, единственное, что процесс, как сказать, не проецирования, а экспонирования, он лазером осуществляется. Вы, наверное, помните красные комнаты, может быть, кто-то помнит, кто-то с папой, там, дядя это делал, кто-то в кружках, кто-то видел просто где-то по телевизору, как это было. Красная комната, где стоят такие ванночки с реагентами, это проявление, закрепление, сушка, и получается фотография. Это магия, когда на белом листе в ванной с каким-то химическим реагентом, да, проявляется картинка. Вот это то же самое, только все это умято в компактное современное итальянское оборудование. Окей, то есть технологии здесь тоже очень-очень серьезные. Кстати говоря, я точно знаю, что у ребят они используют специально, во-первых, клей, который позволяет фактически делать такую вещь, гарантировать, что с вашей фотографией ничего не произойдет, она не окислится, да, то есть она не отклеится, она именно будет сохранена на достаточно очень длительный срок, потому что здесь используется не резиновый клей, не какие-то, скажем, специальные, вернее, специальные клей, именно специальные клей, которые изготовлены специально для такого рода производства. Это не ПВА-клей, если вы так говорите. Коль мы уж этого коснули, здесь просто два слова, да, как это все происходило. На самом деле фотокниги появились в Италии 35 лет назад. И тогда цифровая форма, я так понимаю, да, изготовления? Нет, именно фотокниги. Уже 35 лет назад они появились в Италии. У нас они появились, у вас было точнее, скажем так. Ну да, да, в 2002 году первые фотокниги, ну и я был один из первых, тех, кто занимался тогда уже производителем. Компания Кола, которая производит рекордные книги в дорогих обложках, это действительно классный продукт. Ну, они не в 2001 году, кстати говоря, начали, книги начали производиться, то есть Леша, основатель компании Кола, начал производить там, по-моему, в 2003-2002 году. Я почему говорю, что я привез цифровые форматы изготовления, да, то есть что мы делали? Даже снимая на пленку, мы переводили потом это в цифровой формат, моделировали, дизайн осуществляли на компьютере, потом это выводилось, ну и приводилось к какому-то уже цифровому формату, а потом вот так вот брались и ручным способом клеилось. Это было очень-очень давно. Я так понимаю, что мы немножко забежали, мы опаздываем, потому что нам хочется как можно больше вам дать, для того, чтобы вы понимали всю технологическую вот эту и цепочку в том числе, чтобы вы могли это использовать в своей работе. Самое главное, что вы должны знать о технологии, вот в частности об этих книгах, это то, что, как сказал Ласло, используется специальный состав, у которого единственное назначение. Выравнивание листа по изменению влажности. То есть мы с вами живем в средней полосе в основном. Я знаю, география наших слушателей очень широкая. Очень большая. 57 стран нас слушают. В Италии все классно с климатом, там постоянно приблизительно влажность. Влажность и температура примерно. Совершенно верно. Использование каких-то особенных технологических изысков там абсолютно не нужно. Там все в порядке. При комнатной температуре альбом хранится и с ним все хорошо. Влажность зимой в отапливаемом помещении падает примерно до 15-20%. А для книг это, в принципе, становится практически смертельно. Девушки мажут ручки крема, вы знаете это, да? А когда отопление отключается, и на улице у нас с вами март-апрель, то влажность слетает на 90% просто. И это, естественно, очень серьезный перепад для всего вокруг. Дверные косяки даже искривляют. Идет. Двери просто не закрываются. Доски разделочные идут. Не говоря уже об изделиях из бумаги, конечно. Но там использован специальный состав, который, когда влажность приходит в норму, он выпрямляет лист. Это очень важно. Мы, я так понимаю, у нас там дальше идет еще. А дальше мы переходим к самому, наверное, интересному и приятному. У нас появилось там что-то появилось. Булат, скажи, пожалуйста, у нас там появилось все, что надо. Так вот, ребят, Булат сегодня говорил о подарках. Так вот, мы, немножко оговорившись на предыдущих занятиях, мы говорили о возможности нашего партнера в компании Фотодом и мистер Эйкс Евгений, который представляет как раз эту компанию. Человек, который знает все, что касается книгок, причем знает настолько глубоко, что мне иногда становится обидно. Вроде как я начинал этим заниматься когда-то, но есть люди, профессионалы, занимающиеся 2-4 часа в сутки, живущие этим процессом. Так вот, компания Фотодом для нас, для всех участников нашего марафона, то есть всех тех, кто сейчас сидят и смотрят, а если вы нас смотрите в записи, то, возможно, у вас будет возможность воспользоваться этим предложением. Вот здесь под нашим экраном вещания появился у вас счетчик. Счетчик какой? Мы даем возможность воспользоваться заказом специального портфолио, изготовления вот такой книги, вот такого размера, вот такой по качеству. Видите, это очень качественный кожзам. А я могу два слова сказать. Да, расскажи, пожалуйста, что это такое. Давайте расскажу. Можно я сейчас, прежде чем ты начнешь рассказывать больше? Так вот, специальное предложение состоит в следующем. Вы сможете себе заказать в ближайшие 48 часов. После заказа вы должны это оплатить. Вы сможете получить вот такую книгу по себестоимости, даже ниже, чем себестоимость. Ребята мне сказали, что себестоимость стоит порядка, по-моему, 2 800, 2 300, около 3 тысяч. Вам дают только возможность изготовить за 2 500 рублей. Но при условии, что вы закажете сейчас, вот в течение 48 часов. Далее, после того, как вы закажете, у вас до 15 декабря будет возможность подготовить само портфолио, саму книгу. И отправить это уже в компанию Фотодом. И ребята вам изготовят ваше первое портфолио, если это ваше первое портфолио. Если у вас есть уже портфолио, ребята, пользуйтесь возможностью. Поверьте мне, мне самому тоже это обходится намного дороже. Я плачу даже при тех наших дружеских отношениях и специальных условиях, в которых я работаю, все равно я плачу намного дороже. И я сейчас не могу воспользоваться этим предложением. Я являюсь организатором мероприятия, поэтому берите, пользуйтесь. 2 500, я не знаю, в Москве это средний чек сходить в ресторан. Да, вот как Булат любит говорить. Слушай, в твоей любимой кофемании стоимость, как ты говоришь, Булат? Ну скажи, как ты говоришь там. Макароны стоят как спортивка. Вот, как спортивный костюм. Так вот, за 2 500 можно сходить просто в ресторан. У вас появится инструмент, с помощью которого вы будете продавать. Все те люди, которые проходили через наши тренинги, которые будут проходить через этот тренинг, у нас в обязательном порядке стоит задача именно изготовить такую книгу. Для всех тех, кто, ребята, участвует в тренинге, мы договорились с ребятами, что цена изготовления не изменится. Но, вот здесь для всех участников марафона кожзам, а для участников нашего тренинга будет обложка из кожи. То есть вы получите еще кожаную обложку, которую сделает ваше портфолио еще дороже. Поэтому, если вы просто сейчас самостоятельно, то есть с нами проходите этот марафон, и у вас стоит задача, а действительно вам нужно это сделать, то вы можете это воспользоваться. Если вы сейчас просто нажимаете на эту кнопку и идете, оформляете заказ, стоимость 2500 рублей, еще раз повторюсь, что ваша задача оплатить в течение 48 часов, только тогда вы сможете зафиксировать для себя эту цену. Если вы нас слушаете в записи, то, ребят, те, кто пришел, те воспользуются. Те, кто пришел чуть позже, ну, упс, извините. Но если вы пришли в течение, просмотрели эту запись в течение 48 часов с момента трансляции, ну, значит, вы еще успеете. Дальше цена возрастает, ну, я знаю точно, где-то в среднем на 2500. Когда она может после этих 48 часов взлететь? Может быть сразу, может быть чуть позже, но это произойдет точно. Поэтому вы 50% точно сейчас у вас есть возможность сэкономить. Поэтому, ребят, пользуйтесь этим возможностью. А я Жене дам просто слово для того, чтобы он рассказал, что это. Что за книга. Да, что за книга. Я единственное немножко добавлю, почему мы решили это сделать. Здесь собирается действительно активная аудитория, которая, слушая какую-то информацию, потребляя какую-то информацию, хочет применить это на практике. Конечно. Мы это видим. Поэтому мы сейчас продолжим этот семинар. Там будут еще советы, которые вам помогут работать с книгами в будущем. Мы, остановившись на моменте демообразца вашего портфолио, мы хотели закрепить это каким-то практическим подарком, действием. Это не подарок, конечно, но это очень полезно. Стоп, стоп, стоп. Это очень хороший подарок. Я вам могу сказать, что когда производитель говорит, ребят, вот вам инструмент, идите и воспользуйтесь. Это ваша инвестиция в это. И я, как профессионал, зная, что немногие производители такого рода вещи делают, и это нужно действительно признать, что это с вашей стороны очень классно. Вы таким образом поддерживаете профессионалов, даете возможность им взять в руки инструмент и действительно начать продавать. То, что, в принципе, вы до этого не могли, например, продать. Просто мы знаем, насколько сложно подойти к этому вопросу вообще о создании портфолио, куча препятствий и вопросов. Мы решили это облегчить. Еще со своей стороны, конечно же, мы не можем их сделать тысячу просто, потому что это действительно, без шуток, довольно низкая цена для этого продукта. Поэтому это ограниченное предложение. Мы для себя решили сделать около ста штук. О, ребят, здесь у вас еще и вариант, скажем, такой. Первые 100 заказов, вот только первые 100 заказов у вас еще есть шанс. Поэтому, если вы успеваете, да, успеете зафиксировать, успеете зафиксировать, потому что таких шансов, я думаю, что не будет. Влад, скажи, пожалуйста, сколько нас там, ты говорил, там более 2000 человек? Сколько нас смотрит сейчас? Сейчас, одну секунду, одну секунду. Ну, короче, где-то... Где 2600? 2600 человек. 100 заказов. Ребят, просто нужно сейчас вот идти и оплачивать, потому что это действительно шикарный просто подарок, и не воспользоваться им просто нельзя. Давайте я вам немножко расскажу. Я тоже сегодня хотел такую книгу, мне не разрешили. Мне придется заказывать большую для своей... Со свадьбы, моей свадьбы лежит еще книга, не сделанная, и я хотел такой вариант, мне разрешили, я буду заказывать, покупать дорогой вариант. Ну, мы, извините, мы под условиями, скажем так... Влад, мы работаем с профессиональными фотографами, а не с любителями их свадьбами. Что об этом говорили? Мы с вами обсудим это все, конечно. Давайте расскажем теперь про книгу, да? Да. Что представляет собой демо-книга? Как я вам и рекомендовал, это формат 30 на 30. Это... Сколько разворотов там? Здесь 25 разворотов. Шикарно. 25 разворотов с вашим дизайном, с вашей съемкой. То есть ваша задача подготовить 25 разворотов форматом 30 на 30, а далее мы все сделаем. Шелковая бумага, что немаловажно, опять же, тактильное ощущение для клиента. Еще я могу сказать, что почему для портфолио именно нужно шелк, да? Silk, то, что называется по-английски, Silk Map. Именно потому, что вы будете показывать большому количеству людей. И когда люди будут, вот представьте, вот эту книгу просмотрит там 100, 200, 300 человек, чтобы вы не меняли каждый сезон, да, а я, в принципе, рекомендую каждый сезон стараться обновлять. Так вот, у вас, да и не только у вас, у любого человека на руках, как бы вы не мыли эти руки, остаются жировые пятна. Мы просто выделяем кожей. И если вы будете давать возможность листать, они эти жировые пятна на простой бумаге, на глянцевой, на простой матовой бумаге, они будут оставаться. Это первое. Еще один очень маловажный фактор. Когда вы сидите, рассказываете, да, и вы рассказываете, вы произносите слова. Хотите вы этого или нет, у вас изо рта выпадают маленькие частички вашей слюны. Когда ты начинаешь вот так вот складывать, на матовой бумаге это склеивается. И потому что у нас в основе нашей слюны лежит еще, по-моему, какой-то, боже мой, состав, который действительно несет в себе секреции, ну, склеивает это все. И вы разворачиваете, у вас будут такие пятна вырывающиеся. Силк в этом отношении, он абсолютно, он не оставляет пятна, да, вы разговаривая, даже не слепляется. Поэтому Силк одна из самых практичных бумаг, которые можно и нужно использовать для портфолио. Я уж такие детали технические даю, потому что я как профессионал знаю об этом, да, то есть мне приходится через это, я это через это проходил. У меня был год, когда я напечатал несколько альбомов на матовой бумаге. И через сезон, не только я разговаривал очень много, да, мои клиенты тоже общаются, и вот это выпадающие, скажем, мелкие частицы жидкости, которые слепливают, и ты в следующий раз, и ты порвал. И у тебя уже портфолио, не портфолио, а непонятно что. Ну, вообще нужно избегать, конечно, частичек слюны, слез, что тоже часто бывает при просмотре вашей работы. Слезы никогда не допускайте. Я, знаете, еще подкажу очень важную вещь к процессу, как вы демонстрируете. Это было подсмотрено у кого-то из известных фотографов, что он делает. Он не просто дает, вот вам портфолио, смотрите, он это ставит в коробке. Перед тем, как открыть коробку, он берет белые перчатки, и одевает эти белые перчатки, открывает и с придыханием, сейчас я вам покажу свое портфолио, и подает. Прежде чем он дает людям посмотреть, он дает другую пару белых перчаток, и говорит, а вот теперь вы можете смотреть. Вот вы теперь просто представьте в голове, что у человека с точки зрения оценки этой ценности. Он в перчатках показывает свои работы. И тогда человек просто, елки-палки, дадут не просто альбомы, это произведение искусства. Практически все мои клиенты, проходя через этот процесс, механика, вроде бы механические, оденьте перчатку или оденьте перчатки своим клиентам. У них срыв башки просто сходит, вот просто смещение ценностей в процессе. И они сидят, и ты им называешь эту цену уже, у них это уже воспринимается нормально. Какую бы цену ты ни назвал, если он, увидев и оценив именно ценность через все эти механические действия, то, блин, в дальнейшем ему главное, чтобы у него эти деньги просто были, и все. И тогда уже сам процесс продаж, он уже произошел. Вот и все. Вот. Я извиняюсь, что я все время... Вас, на самом деле, очень правильно дополняет, это уже такие выдержки из практики, это фотограф-практик. Мы в компании «Потодом» не имеем ни одного фотографа принципиально. Знаете, почему? Нет. Чтобы не было отношения к какому-то даже минимальной возможной конкуренции, чтобы кто-то увидел. Но видите, насколько честно ребята подходят к организации своего бизнеса. Это принципиально. Да, согласно. То есть мы выслим не как фотограф, а как любители больше. Чего хотят любители, и подходим с этой стороны. И разрабатывать эти инструменты для профессиональных фотографов. Да, это практичная обложка из итальянского переплетного материала. Достаточно практичное обращение, потому что вам придется постоянно с ней работать, сливать в руки, где-то в лазине. Она не пачкается. Ее можно просто притереть, да? В принципе, да. Это довольно практичный вариант. Один риск. И тиснение портфолио на нем. То есть это говорит само за себя. Еще один включенный уже инструмент, очень важный в работе с фотокнигами, это каталог. То есть помимо разворотов, которые будут содержать ваша фотокнига, она уже в себе включает. Я говорю, это то, что мы называем маркетинг-китом. Это инструмент. Это инструмент для продаж. Вот смотрите, компания сразу же пошла дальше. Блин, круто, я вообще этого даже не знал. Ну, мы решили это сделать. Я говорю, все, больше ничего не нужно. Вот у вас есть инструмент, там дополнить несколькими вещами, которыми мы расскажем в нашем тренинге, и у вас готовый продукт и пакет инструментов, с помощью которых вы можете идти и продавать. То есть что он в себя включает? Это какие-то популярные варианты обложек, которые мы выбрали по статистике, они действительно продаваемые. То есть это уже оттестировано. Совершенно верно. То есть самое популярное, что вы можете продавать. Это минимальное их описание. Здесь, первое, нет цен, никаких цен. И второе, здесь нет никаких опознавательных знаков у нас как производителя. То есть это инструмент, с которым вы работаете. Более того, чтобы правильно работать с этим инструментом, показывая какую-то обложку в напечатанном виде, дополнительно к этому портфель... Для тектильности, вот опять же, вопрос к тектильным ощущениям. Вот все то же самое, что здесь есть. Я вам точно могу сказать, что как только вы... Если у вас этого нету... Это нарезка материала. Да, вот это нарезка материала, вот чтобы я показал, это кожа, это кожзам, который у ребят, скажем, есть непосредственно в производстве. Так вот, я могу точно сказать, если этого нету, вот это практически, не то чтобы бесполезно, но это нужно будет на пальцах что-то пояснять. А тут выказки даже к проблемам, потому что, конечно, на картинке при определенном освещении, то есть обложка выглядит, материал выглядит не такого немножко цвета, естественно. Я вам хочу поближе показать. Вот смотрите, здесь, напротив каждого альбома, вот здесь вот ясно видно название материала, а сзади, вот сзади этой обложки, вернее, сзади каждого этого материала подписано название этого всего. То есть вы получаете инструмент, который фактически... Вам не нужно ничего делать, просто держать портфолио и вот эту пачку, скажем так, с материалом, и уже объясняли, показали. То есть это очень практично в работе для старта. Вы вашу съемку сможете оформить в виде книги, показать уже предлагаемый конечный продукт, выбрать обложку и начать работу, принять первый заказ. Вот такое от нас предложение. Это что касается демо книги, поэтому... Еще раз повторю, ребят, для всех тех, кто задумался, во-первых, над процессом создания, или у вас уже вот готовое все, и вам нужно... Идем, просто нажимаем и фиксируем эту цену. Сто человек. Я боюсь, что там уже все взорвалось, и, наверное... Вот интересно в комментариях просто поставьте плюс, кто хотел бы это сделать. Кто сейчас вот уже готов пойти, скажем, и заказать себе это? Млад, считай, потому что мы не видим там чат ролла, да, вы просто, скажем так, плюс ставьте. И, ребят, я не шучу абсолютно, вот все то, о чем мы говорим, это настолько очень важно. И мы посчитали важным пригласить ребят на наш проект, потому что в процессе вашей работы вы хотите этого или нет, вы с этим столкнетесь. Прислушайтесь вы к нам, жизнь вас заставит прислушаться к этим процессам. Это все равно произойдет. Поэтому ваша задача сейчас отбросить все вот эти догадки, там, или мысли о том, что вот, мне опять пытаются что-то продать. Мы ничего не продаем. Сто книг – это вот сто процентов. И плюс еще с нижней себестоимости. Какую прибыль вообще здесь идет речь? Здесь мы вам даем инструмент, с помощью которого вы берете, и завтра вы начнете продавать. А без этого, для тех ребят, кто особенно участвует в тренинге, это будет обязательно. Да, там у вас будет отдельное это условие, более лучшее условие. Это наше. Спасибо нашим ребятам, что они нас в этом вопросе поддержали, потому что мы хотим вам дать действительно очень классный продающий инструмент, который вам даст возможность продавать. Вот как только вы это сделаете, сразу вы получите возможность этого продавать. Короче, там я сбился где-то на 60 людях, там очень много уже оплатило. Уже много даже оплатило? Я думаю, да, до конца вебинара как бы уже там и не останется. Вообще-то круто. Молодцы, ребят. Тогда мы продолжим, наверное, да? Мы продолжим. То есть, можно, сейчас одну секунду, Жень. Ребят, дайте, пожалуйста, в чате вот какой вопрос. Все ли понятно по предыдущим нашим, скажем, вопросам? Все ли, есть ли какие-то вопросы относительно, там, может быть, кто-то со сложностями какими-то сталкивался? Я готов. Влад, если можно, озвучь мне, пожалуйста. Основные вопросы, которые там в чате есть, это, во-первых, будет ли доставка в другие страны? Например, есть ребята из Казахстана, там, с Рима, из Италии даже хотят заказать, да? Потом вопрос такой, что, ну, вот это основной был вопрос. Потом, если сегодня заказать, ну, сегодня вот заказают, закажут, можно ли завтра, допустим, оплатить? Да, да, нет, заказать, самое главное сегодня вот нажать, зафиксировать заказ и оплатить в течение 48 часов. Вот это обязательная задача. Смотрите, давайте я стимулирую. Можно ли, с Казахстана будет ли доставка, вот. И еще был один какой-то вопрос, ну, ладно, я сейчас вспомню, пока его нет. Да, современный принцип работы нам с вами дает возможность как бы стереть границы, да? Мы работаем со всем миром. Существует курьерская доставка, существует служба ЕМС, мы работаем активно давно уже со всем миром. Конечно же, с СНГ мы работаем более активно, так как мы носители русского языка, и здесь все-таки поближе. Но также мы отправляем эти изделия и в США, в Японию, в том числе в Казахстан, в другие страны довольно часто. В Италию, да. В Италию в том числе, да. Хотя в Италии куча своих производителей, тем не менее, тоже мы работаем с русско-итальянскими фотографами. Поэтому, конечно же, мы эти вопросы решим. На этой же промо-странице вы можете видеть ссылку «Условия доставки», почитать немножко условия доставки по СНГ, по крайней мере. Любые другие условия, которые не описаны на странице условий, да, мы с вами решим в процессе работы. Работы, да. То есть вы можете в любом случае задать вот эти вопросы нашей онлайн-поддержке. Для вас рассчитают персонально, выберут удобный способ доставки, рассчитают цену доставки. Обязательно вам помогут. Конечно же, да. Окей, но я хочу, чтобы мы перешли уже к следующему стратегии, да, о которой мы говорили. Ну вот здесь, в принципе… То есть это то, о чем мы сказали, это уже включенный инструмент. Я напомню, мы говорим о тех готовых решениях, о инструментах, которые предлагаем для фотографов. То есть это уже включенный инструмент. Одним из важных инструментов является настройка работы. Перед… То есть как правильно настроить свой монитор, скажем так, да, для того, чтобы делать уже живые заказы. Это касается не только нас, это касается любого издательства, любой полиграфии. Да, я могу добавить это от своего, скажем, перед тем, как начать передать, в первую очередь, печать, ваша задача привести к ваш компьютер, ваш монитор, к профилю. Ребят, поэтому, наверняка, я так понимаю, вы отправляете профиля свои. А я объясню, как мы это сделали. Знаете, профиля – это такая вещь очень-очень глубокая. Я уверен, что нас сейчас слушают множество фотографов, у которых настроены мониторы, откалиброванные. Я могу спорить на любые деньги, что если мы соберем все эти мониторы в одной аудитории и выставим в ряд, они, как и все, покажут разную картину. Это действительно так. Поэтому, что мы решили? Конечно же, ICC-профилы, профили мы выдаем для этого. Для тех, кто умеет ими пользоваться, действительно, классно умеет пользоваться. Я, например, не умею, я не скрываю этого. Ну, есть специалисты, которые… Да, есть специалисты, которые у вас, наверняка, занимаются. Конечно же, да. Что мы придумали? Гораздо более эффективный, гораздо более работающий способ. Это бесплатная печать тестов. Как это работает? Вы отправляете файл нам. Один файл. В идеале, чтобы он содержал цветное, такое обычное изображение. Не надо делать розетку из цветных каких-то ярких вырванных цветов. Она ничего вам не покажет абсолютно. Возьмите свою фотографию, свою, снятую вашим фотоаппаратом, обработанную в вашем стиле. Буквально фотографию из будущей книги можно даже взять. Желательно, чтобы она включала цвет, и можно второй файл или на этом же файле разместить черно-белое изображение. Мы печатаем на всех типах бумаги, на всех видах бумаги. И все это выставляем вам. Далее вы открываете фотографию на своем мониторе, берете фотографию, отпечатку от вас, и видите, насколько вы попали в цвет. Во-первых, у вас субъективное видение цвета. Во-вторых, это освещение в вашем помещении, где вы работаете. Эти все минимальные факторы, настройка монитора, опять же, да? Эти факторы влияют на конечный результат. Поэтому это самый оптимальный результат, вариант. Вы берете отпечаток, видите файл на мониторе, и, соответственно, видите, нужно ли внести какие-то поправки на макет. То есть, вот это второй вариант, второй, даже третий, наверное, инструмент, который мы рекомендуем. Давайте перейдем к следующему инструменту. Мини-буки. Обратите на них внимание, потому что это мощнейший инструмент. Давайте я покажу вживую, что это такое. Ну вот, читайте, что у вас появляется, скажем, вот где там у нас, вот, у вас появляется, вот, помимо вашего портфолио, еще мини-буки. Ну, немножко расскажу, да, как это использовать. То есть, что такое мини-буки? Это такой инструмент, фактически это уменьшенная копия основной книги. То есть, когда вы заказываете книгу, сейчас мы говорим уже о будущем, да, работе с живыми заказами, клиентскими заказами. Я сейчас дополню ваш рассказ одним очень классным примером, который делает один из самых известнейших фотографов. И это очень работает, очень классно работает. Там есть определенная, в основе этого лежит определенная логика, да, то есть, вот, потому что это присуще только вот нашим современному миру и современным клиентам. Потому что мы живем в определенном социуме, и мы используем инструменты, которые уже используются другими компаниями. Но я сейчас расскажу. Да, то есть, мини-буки – это уменьшенные копии основной книги. Просто в автоматическом режиме книжка уменьшается до формата, скажем, вот в данном случае квадрат уменьшается до формата 15 на 15. Он полностью дублирует весь контент, который в книге, и идет дублик, то есть, по две штучки. Вот два таких мини-бука обходятся, если я не ошибаюсь, с полторы тысячи рублей. Вот. Круто. Чем они нужны? Теперь, самая главная идея мини-бука в том, что он не зря такого формата. Маленького. Можно следующий слайд? Есть целая индустрия, направленная на создание неких таких небольших вещей, у которых одна цель – попасть в женские сумки. Вот. Маленькие какие-то бутылочки минеральной воды, маленькие издания, которые попадают в женские сумки, и ваша клиентка становится вашим рекламным агентом. То есть, задача этой небольшой книжки – попасть в сумочку невесты и по несколько раз в день выныривать оттуда, когда невеста будет показывать вашу работу вашим потенциальным клиентам. То есть, невеста становится вашим рекламным агентом. Можно следующий слайд, мы так показали, как этот процесс происходит, и далее в следующем. Что происходит? Один мини-бук попадает вместе и запускает сарафанное радио. Да, это мощнейший инструмент рекламы, который запускает сарафанное радио. Мы с вами знаем, что все-таки сарафан является одним из мощнейших таких важных источников рекламы. Конечно, сейчас сарафан смещен в интернет максимально, но сама книга с работами фотографа показывает очень классно. Так вот, в добавление к тому, что сейчас сказал Евгений, я хочу рассказать историю. Я очень часто что делаю? Я смотрю, как это делают у других фотографов. Так вот, будучи на одном из мастер-классов, где я был просто приглашенным гостем, у господина Ерванта, это очень известный австралийский фотограф. Причем, буквально недавно прошел его очередной мастер-класс в Венеции. И одна из наших участников, наших тренингов, она посетила этот мастер-класс. Правда, наша бывшая соотечественница живет в Нью-Йорке. Но не суть важна. Так вот, он это использует как инструмент, который позволяет даже показывать работу. Представьте ситуацию, к вам приходит навстречу клиент, он посмотрел портфолио, и это портфолио действительно его впечатлило. Но, уходя домой, вот эту большую книгу вы же не отдадите ему, сказать, что посмотри, покажи своим родственникам, тем самым, скажем, воздействию на них. Но Ерван придумал, он начал раздавать вот такой, фактически каталог здесь, портфолио. Это может быть просто, скажем, работы от начала до конца, со всей свадьбы. Это может быть серия работ из лучших фотографий ваших, да? Отдельные. Да, отдельные работы. И он это отдает. Это мой подарок вам. Представляете, человек пришел, он, во-первых, к этому уже относится не просто как к какому-то каталогу непонятно какого качества. Он понимает, что здесь это охренеть просто какой стоимости работы, да? То есть это уже готовый рекламный продукт, который вы берете и отдаете, и это клиент никогда, вот поверьте, никогда он не выбросит в мусорный ящик. Потому что это действительно по-самому по себе, вот в таком качестве, вы не представляете, это абсолютно классный каталог, очень дорогой. Такие вещи обычно делают очень дорогие бренды. Вот представьте, вы приходите в какой-нибудь, я не знаю, там, магазин по продаже ювелирных изделий, и вам дают каталог, вот он абсолютно такого же качества. То есть вы попадаете психологически в уже существующее восприятие брендов, да? И вас это сразу просто-напросто обсылит. То есть вас в голове клиента, он сразу вас воспринимает, это дорогой бренд. Понимаете? Стоимость полторы тысячи рублей, 50 баксов. Два. Ну, два сразу, вот это получается 25 долларов. Если вы направили к себе, а мы в тренинге обычно это технологически показываем, прям пошагово, я еще на этом сегодня остановлюсь, как делать так, чтобы к вам приходил нужный клиент, чтобы именно этот нужный клиент уносил с собой вот этот самый инструмент. Знаете, почему очень важно еще? Хотите вы этого или нет, но принятие решения о том, что день свадьбы, вы будете фотографом, это будет приниматься не с вами и не напротив вас. Это очень редко происходит. Обычно это происходит без вас, когда вас нету. А вот там, кроме слов и впечатлений, которые вы произвели на презентации, больше ничего нету. И вот представьте, вы отдаете такой инструмент с собой, и человек приходит и показывает, дорогой, ты посмотри, мама, посмотри, что он умеет делать, мама, посмотри, вот мы получим вот то же самое, только большого размера. И все, это инструмент, аргумент, который позволит вам сейчас без вас уже воздействовать на вашего клиента. Поэтому это с точки зрения заказов, мини-бук это охренительная просто вещь, которую просто нужно брать и делать. Но мы еще раз говорю, что хотите вы этого или нет, вы все равно вкладываете деньги в рекламу. Вот ваша ходячая реклама. И здесь Женя правильно сказал, что сарафан это самая эффективная реклама. Мы, кстати, сегодня еще расскажем о другом инструменте, который тоже очень классный инструмент, который быстро распространяться будет. Вот здесь, скажем, человек, ну я вот правильно Женя показывал, мы показывали в слайдах, где журналы начали уходить вот в мини-формат. Почему? Потому что в женскую сумочку ты такую книжку не положишь. А девочки, особенно когда она только получила свою фотокнигу, они начинают показывать, хвастаться. Ребят, это тот самый формат, который, скажем, вы должны отдавать каждому. Я еще, кстати говоря, знаете, что делал? Я это, ну мы обычно говорим, Сэд Гордин говорил, очень известный маркетолог. Если вы хотите организовать сарафан, не марафон, а сарафан, предосхитите ожидания вашего клиента. Так вот я предосхищал еще каким образом. У меня был такой формат, он немножко дешевле смотрится, чем вот это. Я их называл семечками. Очень маленькие мини-буки с мягкой такой, то, что называется цифровой оксет. Я их просто в подарок давал по 30, по 40 штук. Вот приходили, скажем, заказывать большую книгу, две мини-бука. Я выдавал там обычно не две, а третью или четвертую. Плюс ко всему штук 10, 12, там до 15 штук таких вот семечек. И эти семечки они раздавали гостям. Они раздавали гостям, это расходилось очень классно. И через вот такой инструмент ко мне возвращались клиенты и заказывали мои услуги. Да, то есть это важно, когда невеста, вот живая ситуация, когда невеста берет две такие книжки, ну или там одну, кладет себе в сумочку, она попадает в вашу целевую аудиторию. Это уже подружки невесты, у которых курок заведен. Они завтра будут искать фотографа, завтра будут искать платье, они будут смотреть. То есть они были на этой свадьбе или видели фотографии со свадьбы своей подружки. И естественно, конечно же, они обратятся к своей подруге за услугами. Если они ваше портфолио увидят в виде напечатанном, в таком очаровательном, там будет ваша реклама, то, конечно же, они этой информацией вполне возможно... Вот вам, пожалуйста, реклама, да, Ваня Заманухин, очень классный фотограф, вот, пожалуйста, как он использует. Здесь, ну, здесь наоборот, да, перевернутое такое. Сейчас я это сделаю, чтобы нормально вас смотрелось. Смысл в том, чтобы вы обязательно брендировали этот продукт. Ни в коем случае не оставлять без вашей рекламы. Говоря о оставлять рекламу, я не имею в виду делать целый разворот какой-то яркий фотоуслуги, видеосъемка недорогая и так далее, ни в коем случае. Вы просто даете либо свой сайт, возможно, либо просто свое имя, фамилию. Или как название вашего бренда, человек уже найдет вас. То есть вот вам еще один инструмент, да, составляя часть вашего маркетинг-кита. Слушай, Булат, я так понимаю, мы практически, ну, процентов 30 информации по маркетинг-киту мы сегодня уже с помощью Евгения уже рассказали. Извините, не смейте. Нет, все нормально, это наоборот классно. Мы привыкли давать, скажем, абсолютно ребятам. Я просто к тому, что там есть очень много еще нюансов, которые докручивать, доделать так, чтобы клиент действительно уходил и возвращался. Во-первых, там нужно заставить этого клиента прийти, чтобы вручить ему этот маркетинговый кит и так далее. Потом, плюс ко всему, очень классный инструмент маркетинговый кит нужен для того, что если вы ищете, как вы работаете, B2B. Вот для фотографов тоже есть маркетинговый кит, он немножко другой, где он должен B2B тоже работая, обслуживая компанию, он тоже должен иметь этот маркетинговый кит. А он там и есть определенная особенность. Я боюсь, что и до него мы сегодня не придем. Ах, да? Да. Слушайте, ну тогда вообще вопросов нет. Еще по поводу мини-буков. Один совет, наверное, очень, я бы сказал, важный. Как с ними обычно работают, просто из нашего опыта, как с ними работают фотографы чаще всего. Продавать эти вещи не имеет смысла. Эта штука рассчитана на то, чтобы она расходилась как можно больше. Это только дарить нужно. Так вот, как это делать? Эти полторы тысячи, они чаще всего на такой средний бюджет никак не повлияют. Если бюджет, естественно, средний. Я был бы счастлив, если бы каждому клиенту я отдавал, скажем, как можно больше, потратив. Но там все математически. Вот мы на тренинге обязательно посчитаем, вы математически увидите, что вот такое вложение, это очень круто. И это недорого, абсолютно недорого. То есть рекомендации какие? Вы эти полторы тысячи изначально закладываете в бюджет, в свой бюджет, в своих услуг, не афишируя о том, что будут мини-буки. И после съемки, когда вы уже предоставляете свою работу в виде фотокниги, в виде чего-то другого, в виде альбома, неважно, эти мини-буки вы предвосхищаете. Да, как говорит Ласло правильно, предвосхищается. То есть вы их вручаете в виде комплимента от фотоков. Ребята, мне было с вами действительно приятно работать, пожалуйста, возьмите. Они уже предоплачены. Это такой небольшой чит, как вы же говорите. Чит-код. Чит-код. Что происходит? У вашего клиента поднимается оценка у вас, и ваша невеста, просто эта невеста становится вашим рекламным агентом. Нет ничего лучше, чем человек, который ты зарядил эмоционально и еще подкрепил это материально. И поверьте мне, это ваш рекламный агент номер один. Что мы еще? Мы проследили судьбу этих мини-буков. Мы будем вводить еще одну фишку, пока ее нет, но совсем скоро она появится. Мы узнали, что оказывается процентов почти 60 этих мини-буков приезжает в итоге к маме, к папе, и там останавливается. И перестает работать, как запуск сарафана, как инструмент, запускающий сарафан. Поэтому мы будем запускать еще и родительские книги, которые действительно уже можно анонсировать, можно продавать. Это как я делаю, скажем так, отдавая. Это уменьшенная копия, но это не сумочный вариант, а чуть больше. Он не для сумочки, а для того, чтобы лежал у мамы и папы. А вот эти мини-буки должны лежать в сумках. Это их предназначение. Постоянно, постоянно работать на вашу рекламу. Вот такой инструмент мини-буки, обратите на него. Вообще, что касается размеров книг, вот вас, вы можете переключить следующий слайд. Что касается размера, знаете, так создана, природа так распорядилась, что визуальный размер чего-либо, он влияет на наше понимание цены. Что-то у нас там соскочило. Нет? Пять тысяч убежали. А, окей. Друзья, это цена вообще с головы абсолютно. Если вы своему клиенту показываете три фотокниги, наверное, многие из вас работают с пакетами, да, с пакетами услуг. Пакетами услуг, да. Либо начинают работать, либо уже работают, либо придут к этому. Если вы показываете, значит, три одинаковых по формату книги, формат у книг одинаковый, но они в разных обложках. Я тут немножко слежу за манипуляциями, что у нас происходит. И объясняется так, что там пять тысяч, допустим, стоит книга фотообложки форматом 23 на 23, 20 тысяч стоит книга, скажем, в кожзайме, 50 тысяч стоит книга, пускай даже в натуральной коже, но они одинаковые по формату. Человек не может понять, что происходит. И вот если мы сейчас включим следующий слайд, это просто совет вам. Когда вы формируете цены, используйте преимущества размеров для обоснования цены. То есть малому пакету – малый размер, среднему пакету – средний размер. И большому, самому емкому пакету, который помимо большой книги по размеру, включает еще и набор, конечно же, ваших услуг, большой размер. Тогда у клиента все становится на свои места. В маркетинге очень часто это используется для, ну, чаще всего для сведения заказа к среднему. Ну да, да, то есть часто. Поэтому средний вариант должен быть наиболее подходящий для вас продаваемый вариант. Просто учтите это как совет, используйте размер для обоснования цены. Очередной инструмент, о котором мы поговорим, он касается верстки книг. Есть такой сервис, мы его специально сделали. Сначала мы думали, что мы делаем его для лентяев, но оказалось, что он очень востребованный, в принципе. Скоро он появится на MyWat.ru, совместно мы будем запускать проект. Идея в чем? Понятно, если бюджет свадьбы довольно большой, емкий, то вы можете потратить свое время, сделать дизайн книги, или заплатить дизайнеру, или сделать большую книгу. Ну, а что делать, если у вас какие-то съемки с небольшим бюджетом? Это могут быть ловстори, детские съемки какие-то, да? Ну, все что угодно. Чаще всего отдается диск, потому что бюджет не предполагает затрат на дизайн и фотокнигу. Мы решили, чтобы все-таки утвердить, что даже минимальные пакеты должны быть с книгами, сделать такое предложение. Официальный сервис photosetbook.ru, что он предполагает? Там все просто, там все делается в три кнопки. Один формат, это довольно эргономичный формат, почти как iPad, да? Примерно такого формата. Формат дворода, мы покажем как раз, как это выглядит. Три типа обложки. Красная, черная и коричневая. С десяток тематических втеснений, то есть это может быть там лавстори, детская какая-то книга, наша свадьба и так далее. Вы выбираете просто цвет, тип теснения и дальше что происходит? Вы просто закачиваете 15-20 своих работ, фотографий, фотографий. Точнее 30-40 фотографий. Они по принципу одна фотография на страницу в автоматическом режиме, без вашего участия монтируются в книгу. И вы получаете просто распечатку вашего цифрового материала в виде книги. Более того, если мы говорим о России, то через две недели курьер стучится к вам в дверь и отдает продукт. Вся эта операция занимает около 2-2,5 недели и обходится примерно в 3 300 рублей. То есть как все происходит? Вы приходите со съемки. То есть это вам стоит чуть дороже, скажем так, 100 баксов. Да, мы рассчитывали примерно так. Около 100 долларов доставка по регионам бесплатно. Мы включили это все в стоимость, постарались это сделать. То есть вы проявили 30-40 фотографий сразу после съемки, например, закачали на сервис, выбрали простые параметры, и через две недели приехала книжка. Это очень удобный, на наш взгляд, сервис для организации минимальных пакетов. Круто. Самых минимальных пакетов. Но это действительно еще один хороший инструмент, который действительно вам даст возможность уже то, что раньше вы отдавали на диски, вы, скажем так, отдавали непосредственно, могли отдавать в виде книги. Давайте теперь к следующему, чтобы мы не растягивали наше выступление. Так, информации еще очень много, и не только от меня. Можно на следующий слайд. Друзья, обратите внимание, не только у нас, у многих производителей вы можете получить скидку на тираж. Что мы подразумеваем под словом тираж? Это не школьные какие-то альбомы и не какие-то дешевые издания, может быть, да? Дело в том, что, занимаясь любым видом деятельности, в том числе и фотографией, присутствует такой эффект тоннельности. Вы занимаетесь постоянно одним направлением и можете не замечать еще других сфер. Есть такая сфера фотографий, как бизнес-книги. Если мы посмотрим следующий слайд, мы увидим, что такое бизнес-книги. Это книги о компаниях. Почему их вот так вот вдруг никогда в жизни не закажет сам руководитель компании? Потому что он не знает, какие задачи может решить такая бизнес-книга. И вы должны со стороны поставщика услуг объяснить ему это. То есть, что такое бизнес-книга? Это издание, персонализированное издание о философии компании. А как он может это использовать? Вручить в виде подарка какому-то гостю предприятия. Как это происходит? На предприятие приезжает какой-то высокопоставленный гость. Его в любом случае нужно чем-то одарить. Это целая головная боль для предприятия, для того человека, который занимается организацией этого процесса. Книга о компании – это оригинальный подарок. Это не бутылка коньяку или еще что-то. Даже если такая книга… Если предприятия захочет сделать такую книгу в единственном экземпляре и попросит это сделать полиграфию, то полиграфисты просто не смогут это сделать, потому что там речь идет о тиражах, о тысячных тиражах. А здесь вы можете действительно произвести подарок от одного экземпляра. Это могут быть какие-то каталоги, как Васло говорил, например, ювелирный магазин, который делает какие-то эксклюзивные вещи. Очень много, кстати говоря, ювелирных компаний, которые производят эксклюзивные продукты. То есть они изготавливаются в малом тираже, в малом, скажем, размере. Да, это действительно подходит для этих целей. Вот здесь я вам немножко так набросал такую схему, как это работает. Вам в любом случае понадобится встреча, потому что, как мы с вами говорили, пока вы не дадите в руки этот продукт, среднестатистическому человеку сложно понять, как он может столько стоить. И поэтому вы можете попасть на встречу не через какие-то холодные звонки. «Здравствуйте, я фотограф, я могу делать книги». Слово «книги» вполне ассоциируется с теми изданиями, которые стоят у каждого на шкафу, да, а фото с какими-то фотографиями. Поэтому это нужно давать в руки показывать. Конечно, сложно пробиться в агентство, но я думаю, что у Ласло и Булата разработана целая система, о которой они говорят на своей... Ну да, мы как раз в тренингах это делаем. Мы выстраиваем там четкие инструкции, которые позволяют человеку брать, вот, брать, скажем, книгу, брать, скажем, свой маркетинг-киф и непосредственно идти и действовать. Через рекламные каналы, через агентства, которые организовывают праздники, которые организуют праздники для компаний, через полиграфии, которые печатают им в каталоге большие тиражи, у которых периодически бывают заказаны единичные, но эксклюзивные продукты, это целое головное поле для них, вы можете выйти на встречу с руководителями или начальниками отдела, которые отвечают за это. Далее происходит все по системе пробного заказа, и эта система замыкается в цикл. То есть как только появляется повод для заказа, происходит реальный заказ, и вам опять перезвонят. Я вам хочу привести реальную историю, вот вы можете следующий слайд Ласло включить, как это работает на примере нашего товарища фотографа, который специализируется на бизнес-книгах. Он, в общем-то, фотографом и не был-то. У него была зеркальная камера. А как его зовут? Юрий его зовут, фамилию я, к сожалению, не воспроизведу. Но он из регионального города. Он просто работал на холдинг, довольно крупную компанию, которая занимается производством сельскохозяйственной техники. И он предложил, вначале он предложил просто отснять для собственного портфолио. Ребята, вот внимательно слушайте, потому что кейсы, живые примеры в работе, они очень важны, потому что если вам нужна, вот действительно, вот как я это могу сделать, да точно так же, как это сделает человек. Вот сейчас очень важная информация, кейс. То есть что произошло? Он просто имел зеркалку и хотел начать работать с фотографом. И для своего портфолио он пообщался с директором предприятия и сказал, давайте я вам отсниму предприятие, я не возьму денег, но я возьму с вас обещание, то есть разрешение использовать эти фотографии в своем портфолио. Потом он их использовал в качестве портфолио в общении с другими директорами предприятия. Посмотрите, я делал это для этого холдинг, эту съемку. Это уже сыграло. Конечно, это сразу тебя, во-первых, повышает доверие к тебе, как профессионалу, и плюс ко всему это к какому холдингу? Да, вы для них делали эту... А, ну конечно, да, мы будем. А если этот холдинг является непосредственным конкурентом, то люди начинают совсем по-другому уже рассчитывать. Раз эти делают, а чем мы хуже, а мы этого еще не делаем, конечно, нам нужно это, потому что... Можно я расскажу? ...которые используют наши конкуренты. Секрет один, как получить, например, так скажем, свою коллекцию крупной компании, для которой их работают. Ну, например, вот в маркетинге темы будем ребят, чтобы просить, чтобы они нашли своих таких мощных заказчиков, например, таких как... Ну, я не знаю, вот, возьму сейчас абстракт. Я работал для компании «Газпром», например, я работал для компании «Татнефтепродукт». Как нам не рассказывал мой учитель, вы можете, говорит, хоть пойти, полы у них помыть и сказать, что я работал для компании «Газпром», хоть что-нибудь для них делать, и можете смело логотип уже вешать себе и говорить, что я работал для этой крупной компании. Ну, как пример. Классная техника тоже, спасибо, Влад. Я снимал в Париже. Да, я снимал в Париже. Айфон, правда. Но я снимал же в Париже. Вот, если мы сейчас откроем еще раз этот слайд со схемой, чтобы вы немножко видели, о чем я. Значит, как это все произошло? Далее Юрий предложил сделать фотокнигу о предприятии. Для того, чтобы расположить ее в красном углу кабинета, и гости предприятия просто листали. Директор согласился, тем более материал уже был. Они сделали эту книгу, он на ней заработал совершенно минимум. Но, когда к ним приехал высокопоставленный какой-то чиновник с какой-то ревизией, директор просто вручил в виде подарка эту книгу. И тут Юрий просто провел такую беседу с директором. Он объяснил, что эти книги можно дарить каждому гостю предприятия, это будет действительно классный оригинальный подарок. Книга о компании. Она как бы... В единичном экземпляре. Директор просто заказал тираж, чтобы каждый раз не заказывать и не ждать какое-то время. Они заказали тираж в числе, по-моему, около ста штук. Не фигеть. Около ста штук. И вот тут он рубил капусту. Совершенно верно. Каждая эта книга включала 25 долларов, заложенного прибылью. То есть 2,5 тысячи долларов на тираже. Когда эти 100 книг закончились, у них была встреча, крупный саммит. И они опять еще 2 книг. Через год или полтора он уже там не работал, но его как-то вызвонили и заказали еще один тираж. То есть, понимаете, это вступает в цикл. Производственный цикл. Это то, что многие фотографы не понимают, что однажды сделанную работу люди, директора, они не хотят, скажем, чтобы это еще раз этот весь головняк. Да зачем? Вот у нас есть инструмент, давайте. Можем освежить, может, с фотографией, но давайте это делать каждый год. Да, самое главное, Юрий правильно подал идею. Он решил проблемы директора. Понимаете, руководитель любого предприятия не считает, сколько это стоит и сколько это стоит на рынке. Пришел человек сам. Решение проблемы. Его, извините, головняков. Поэтому, что произошло дальше? Одна из этих книг попала к партнерам. Партнер связался с директором другой компании, тоже не менее крупной. Связался с директором и спросил в лоб, а где вы делаете эти книги? Директору ничего не оставалось, просто как замкнуть на Юрий. Вот так Юрий стал, собственно, и профессиональным фотографом. Далее он получал не один заказ от предприятий, которые довольно, это емкие заказы с большими суммами. Поэтому задумайтесь об этом и имейте. Кстати говоря, если по-хорошему говорить, то, ребят, рынок корпоративной фотографии, он абсолютно пустой. Максимум, что фотограф, я помню, на что они способны, это когда, например, ты занимаешься съемками праздников, свадеб, дни рождения. И вот агентство, с которым ты сотрудничаешь, оно приходит и говорит, ну слушай, ну ты же, наверное, можешь сфотографировать мероприятие? Ну, конечно, а что? Ну, это уже самый банкет только, скажем, вечером. И все, и на этом заканчивается. А вот пойти то, как сделал Юрий, взять и раскрутить эту цепочку и выстроить это как процесс, который будет действительно обслуживать и закрывать проблемы корпораций, компаний. Я еще одну добавлю в качестве бонуса вам подсказку. Многие компании, крупные компании, которые листингуются на пирже, у них в обязательности по закону, они обязаны публиковать годовые отчеты. Это то, что в принципе делают. Так вот, к этому годовому отчету вы можете добавлять ваши работы, фотографии, которые вы можете просто проехать по всем местам и участкам, которые работают компании. И эта фотография уже станет, во-первых, дополнительным материалом для годовых отчетов, плюс ко всему вы можете сделать вот такого презентационного формата книгу, которая станет подарком для самых дорогих клиентов этой компании. Круто, просто инструменты, которые просто бери и делай. Еще один момент, чего греха таить. Есть такая система откатов, которая существует у нас с вами, в смысле не у нас с вами, а на предприятиях. Она действительно работает, к сожалению, это наши реалии. Поэтому этот же фотограф просто в нашей личной беседе сказал, что, Женя, ты не представляешь, насколько снабженцы или те, кто занимается разбилом бюджета предприятия, они просто ждут предложения, куда слить деньги лишние. У него были такие ситуации, когда он отрабатывал на миллион рублей, а по документам на четыре. То есть это действительно... Ну, я понял. Друзья, я вам дам совет один. Он действительно работает. Вы все из разных городов. Ну, разные, да? 57 стран даже. 57 стран, и я думаю, что больше городов там. Что вы можете сделать уже сегодня, если вы задумались об этом? Вы пишите просто на листик себе городообразующие какие-то предприятия, крупные предприятия в вашем городе, в вашем регионе. Поинтересуйтесь, когда у этих предприятий юбилей. Им всем нужны подарки к юбилею. То есть это сработает. Уточните, кто коммерческий директор, кто, не знаю, какой-то топ-менеджер этих предприятий, генеральный директор предприятия. Когда у него день рождения? Поверьте, отдел рекламы за два месяца готовится к дню рождения генерального директора. У них уже, они весь спам перебирают в почте и ищут. Что нужно сделать? Слушай, я добавлю, что, конечно, можно сделать самостоятельно то, о чем говорил сейчас Женя. Но, пройдя к нам тренинг, мы вам дадим еще инструментарий технологический, пошаговый. Начиная от скриптов и кончая, скажем так, конкретным планом. Не просто там прозвонить и посмотреть, скажем, какое-то количество корпораций. И что, самое главное, вам будет решить, как звонить, кому звонить и что говорить этим людям, для того, чтобы вы могли брать это и следующий шаг делать. Я уже эти конкретные инструментарии. Можно делать правильно и об этом вас будут, конечно, более глубоко информировать уже непосредственно на тренинг. Окей, следующий. Ну, дальше я добавлю несколько вещей, я постараюсь очень коротко. Аксессуары. Конечно же, помимо самих книг, Ласло очень часто приводит в пример карамельки. Чем лучше вы упакуете свою продукцию, тем дороже она выглядит. Это действительно так. Вам придется хорошо, качественно упаковывать свой продукт и в прямом и переносном условии этого слова. Но без упаковки действительно ничего нельзя, скажем, сегодня продавать. Поверьте мне, вот вы придете в магазин, это то, о чем говорил только что Женя, он сказал, что про карамельки. Я обычно говорю не про карамельки, а про шоколадные конфеты. Если ваши шоколадные конфеты будут лежать просто в чаше, да, они слипнутся, они будут, скажем, выглядеть, даже у них товарный вид будет не тот. Но если эти же самые шоколадные конфеты вы упакуете в упаковку, их даже будет меньше, но вы сможете продать намного дороже. Да, то есть любая упаковка, она увеличивает человек, действительно, это так. Мы можем перейти дальше. Это просто то, о чем вы должны помнить. Отдельная фотография. Кстати, по поводу упаковки. На одном из дней марафонов был разыгран сертификат от Lensbox. Великолепно, ребята делают классную упаковку, тоже учтите, что это есть, и сейчас много сервисов, которые производят упаковку. Пользуйтесь им, обязательно пользуйтесь. Отдельные фотографии какие-то, паспорту, наборное фото, это тоже полезно, делайте это. Ну и, конечно же, уделяйте внимание собственному сервису и сервису тех подрядчиков, с которыми вы работаете. Это должны быть качественные сервисы, это должна быть поддержка, это должно быть удобство в расчетах. И гарантия, кстати говоря. И гарантия тоже. Вот я хотел спросить, вы гарантируете вообще свою продукцию? Потому что я-то знаю ответ. У меня была не раз ситуация, когда по каким-то причинам, ну, нужно говорить, что в любом случае, в любом производственном процессе могут какие-то сбои происходить. И ребята с фотодома никогда, вот никогда, они всегда берут, скажем так, и если какие-то сложности возникали, они брали на себя. И все расходы, и по доставке, и по переделке, если такая ситуация возникала. Поэтому гарантия в исполнении, это очень крутая вещь. Мы стараемся это делать, конечно же. То есть каких-то документально заверенных гарантий мы не выдаем, но тем не менее мы дорожим и вашей репутацией, и своей собственной. Поэтому, конечно же, если какие-то проблемы возникают, в любом деле могут быть какие-то вопросы, да, то мы стараемся вас максимально поддержать и пойти навстречу в любой ситуации. Я думаю, что мы эти два слайда просто пропустим. Самое главное, мы просто пропустили слайды технологий, чтобы не углубляться. Это, ну, такие вещи, которые… Чисто технические. Да, технические вещи, чтобы мы с вами не заснули тут. Я знаю, что часовые пояса разные, у кого-то уже утро. Поэтому о технологии могу сказать одно. Самое главное, чтобы это были качественные материалы, чтобы это были надежные технологии, тогда вы получите отличный продукт. Друзья, на рынке есть полиграфические альбомы, есть альбомы на основе мокрой печати. И в том и в другом направлении есть производители, которые делают качественно для профессионалов. Самое главное, чтобы… Мне хотелось, чтобы вы выделили для себя сегодня, это то, что фотокнига – это ваш инструмент для увеличения дохода. Вы можете его использовать для того, чтобы визуально улучшить качество своих услуг, качественно перейти на новый уровень. И, как следствие, решить задачи непосредственно любителя, те ожидания любителя. И потенциального клиента, это имеется в виду подлюбителями, Евгений имеет в виду клиентов, которые вас будут заказывать. И заработать какие-то деньги. Теперь у вас такой небольшой сумбур в голове произошел. Схема работы, на самом деле, для старта работы с книгами схема довольно простая. Для начала отстроить свой монитор, допустим, подготовиться к печати, то есть заказать тесты печати. Сделать демокнигу. Мы объединили это в одно, да, демокнига плюс каталог с образцами. И все, вы получите реальный заказ на встрече. Я могу даже со слов прогарантироваться. Вот. Ну и это то, о чем мы говорили только что. Я думаю, что просить вас идти нажимать на эту кнопку уже, наверное, глупо, потому что заказов наверняка уже превышено, чем 100 человек. Ваша собственная книга-портфолио будет изготовлена первые 100 заказов по стоимости 2,5. Ну а если вы все-таки для себя оставьте, и поверьте мне, ребят, это нужно делать, она увеличится. Вернее, вам необходимо это сделать все равно, хотите вы этого или нет. К сожалению, мы не сможем принять больше, чем 100 заказов, поэтому мы вам предлагаем просто воспользуйтесь этим возможностью. Может быть, какие-то другие способы, то есть специальные условия для тех, кто придет. Ну, на самом деле, мы проанализируем... Потому что я вижу, что здесь стоимость 8200. Это обычная стоимость книги, формата 30 на 30, в хоже и так далее. Мы проанализируем результат вот этих предзаказов, скажем так. Может быть, создадим какое-то предложение для тех, кто не вошел в 100 или, скажем там, ну что-то придумаем. Понял. Окей. Ну что, ребят, спасибо. Спасибо. С вами был Евгений Задохин, компания Фотодом. Наш проект специально для нас в Фотобис.про. Мы сейчас, наверное, что сделаем, Влад? Поблагодарим, ребят, за это. Давайте мы для того, чтобы поблагодарить, мы сейчас это сделаем вот таким способом. Спасибо. Я бы хотел узнать ваше мнение. Получили ли вы какую-то полезную информацию о книгах вот из нашего сегодняшнего выпуска? Ну, то есть просто в комментариях... Да, действительно. Насколько это было вам полезно, это важно. Потому что, действительно, в данной ситуации мы, в первую очередь, рассматриваем и отталкиваемся от тех потребностей, которые испытываете вы в своей работе. Поэтому наша задача не только у ребят, но и у нас в том числе с Булатом и в нашей компании. Мы отталкиваемся от тех пожеланий, от тех сложностей, проблем, которые вам приходится сталкиваться. И именно для решения этих проблем мы пытаемся прорабатывать их детализованно, в том числе и в таком формате в виде нашего марафона. Ребят, вы можете, в принципе, присутствовать. Я хотел единственное, что сделать. Буквально пройтись очень быстро о том, как будет выглядеть наш тренинг. Вот здесь он... Так, мы, наверное, закроем нашу презентацию. Кстати, я хочу сказать, те ребята, кто, во-первых, пишут очень много благодать, что действительно была полезная информация. Я сам прям слушал и не знал о книгах столько, сколько знаете вы, Евгений. Ну, круто. Вот. И ребята были те, кто, видимо, устал, потому что мы планировали... Ну, как всегда, мы планируем дать мало, даем в 7 раз больше, чем обещали. Вот. И для тех, ребят, кто устал, могут спать. А для остальных сейчас будет очень классная тема по поводу увеличения сарафанного радио в 2 раза. Это для особых... Выдержавших. Выдержавших, да. Это кто готов строить бизнес, соответственно, они готовы на все. Буквально одну секунду, если можно. Я просто хочу сделать такую вещь, я хочу показать просто, что мы будем, значит, показывать в тренинге, да. Вот я вот хотел именно немножко про тренинг рассказать, потому что очень много было вопросов, да. И эти вопросы, хотелось бы действительно на них ответить. Сейчас я буквально... Так вот, я хотел бы рассказать о тренинге вот о чем. Что конкретно мы будем проходить, хотя бы даже вот в первый день, если брать. Например, мы говорили, что у нас в тренинге будут участвовать те, кто присутствовал на нашем последнем, мы давали там для них специально. Так вот, ребят, что конкретно вы получите? Вот здесь у нас в нашем здании нашего тренинга... Где у нас там... Что-то мы подвисли, наверное, да, нет? Периодически что-то проваливает, но сейчас что-то проваливает периодически. Вот я тоже думаю, что тут... Сейчас я попытаюсь выйти... В... да... Компьютер уже устал. Влад, наверное, давай так, ты сейчас бери, пожалуйста, все в свои руки, потому что у меня что-то подвис компьютер, и я думаю, будет правильнее, если ты будешь просто-напросто вещать. Так, окей, хорошо, давайте я буду вещать. Хорошо. Не хочет мой компьютер, уже устал за эти два с половиной часа. Так, тогда я вот вышел на связь. Ребята, давайте как... Как меня видно, слышно. Сейчас буду я продолжать. Напишите плюсы. Юля пишет рожного нам, еще не дожидаясь тренинга, уже благодаря вашим советам, ценам информации, а еще эти фотокниги, выстраивать логическую цепочку по строению своего бизнеса. Это еще не выстраивается цепочка. Вот что будет там, там так выстроится, так выстроится. Уже не разберется обратно, не расстроится никогда. Так, ребята, давайте, я понимаю сейчас, что достаточно все устали, и достаточно устали. Нас примерно столько же человек, практически количество не уменьшилось. Мы сейчас с вами поговорим про сервис, который мы сегодня тоже хотим всем участникам, кто только в онлайне дать в подарок. Это сервис по увеличению вашего сарафанного радио и по тому, чтобы восхищать ваших клиентов. Кто, может быть, уже о нем знает, это сервис... Ну, давайте, сервис называется mobilums.ru. Сейчас чуть-чуть попозже я дам вам на него ссылки. Что это за сервис? Я буду сразу сейчас говорить про технические составляющие, дабы не вдаваться в долгие рассуждения. Мы в свое время создали... Ну, то есть, давайте так. Рынок сейчас мобильных устройств сильно растет. То есть, за последние несколько лет рынок с... После того, как мобильные устройства стали смартфонами, рынок ноутбуков достаточно сильно упал. Сейчас еще достаточно сильно падает рынок планшетов. И все основные какие-то... Ну, вся основная жизнь у человека проходит вот с такой штукой в руках. То есть, постоянно она обновляется, постоянно выпускается какие-то новые версии, будь то устройства на Apple, будь то на iOS, или же устройства на Android. Больше количества трафика, который идет из интернета, идет из мобильных устройств. Вот даже если у вас спросить, кто какое количество времени проводит в интернете именно с мобильным устройством, я думаю, большее количество времени. И даже нас вот сегодня можно смотреть с мобильных устройств. У кого-то это получилось, у кого-то это, ну, почему-то там... У кого-то по каким причинам не получилось. Сегодня я хочу рассказать вам... Сегодня я хочу сказать про сервис, мы такой разработали, который позволяет вашим клиентам создавать уникальные мобильные приложения для каждого из них. То есть, ну, что такое мобильное приложение? Это вот на экране, когда есть вот такие вот иконочки, когда есть вот такие вот кнопки. И в большинстве случаев создать такое мобильное приложение сейчас стоит достаточно дорого. Ну, там, начиная от тысячи, от полутора тысяч долларов, да. И не то чтобы каждому своего клиенту, а не создашь это даже для себя периодически. Нами же была разработана наша команда, и команда специалистов была разработана такая система, где мы можем... где вы можете создавать для каждого своего клиента уникальные мобильные приложения. Причем в неограниченных количествах, и буквально за 10-15 минут, буквально... То есть, не имея никаких технических знаний дополнительных, будь даже если вы бабушка, которая ездит по воскресеньям на рынок за хлебом, вы тоже сможете создать такое себе мобильное приложение и для каждого вашего клиента, если вы еще и являетесь фотографом. Вы... вот смотрите, сейчас я попробую показать. Вот здесь у меня есть, например, со свадьбы Дима и Оля. Я тут... вот Дима и Оля со свадьбы. Я его вот так вот нажимаю, открывается фотограф Булат Алеев. Ну и вот, собственно, видите, это те фотографии, которые загружены. Вот так оно выглядит внутри. Вот. И вот здесь есть фотографии с их свадьбы. Они могут их листать. Вот. Они могут их листать. С этого приложения они могут им позвонить. От ним могут поделиться ссылками в социальных сетях. А поверьте мне, невеста, они очень любят делиться социальных сетях такими вещами. Можно связаться по почте, перейти на сайт отсюда прям. Вот. Но самый кайф его в том, что действительно оно начинает являться таким эдаким сарафанным радио. То есть когда люди начинают его друг другу раздавать. Потому что, ну, это действительно пока уникальная вещь, которой на рынке сейчас нет. И создать для своего клиента мобильное приложение и, допустим, отдать его на следующий день после съемки. Ну, поверьте мне, ваш клиент будет пищать от радости и, ну, быстрее его своим подружкам раздавать. Смотрите, вот у вас, вам сделали там просто фотографии на диске отдали, да. А мне мой фотограф на следующий день мобильное приложение. Вот. Сделал такое личное с кнопочкой своей личной, да, с нашей там маленькой иконочкой. Здесь же, в чем эффект сарафанного радио? Во-первых, она начинает раздавать и рассказывать о вас. Это сразу увеличивает, во-первых, восхищение вашего клиента, восхищение друзей вашего клиента. И, в-третьих, сюда можно встраивать такие вот купоны. Где купон, где написано, что Дмитрий и Ольга, мне приятно, что вы доверили мне фотографировать день вашей свадьбы. Я хочу вам подарить фотокнигу при заказе после свадебной фотосессии. Например, да, о чем сейчас говорил Евгений. Данное предложение, действительно, до 1 июня 2013 года данным купоном могут воспользоваться ваши друзья. С уважением, Булат Алиев. И вот такой купон, например, можно создавать не только для вас, а такой купон, например, можно создавать для ваших друзей. Для друзей, вернее, ваших клиентов. Вы что так понимаете, вы сматриваетесь в мой телефон? Все нормально? Тут просто у нас сидит наша ребята из поддержки, которые они всматриваются в мой телефон. Вот. Это же iPhone. И поэтому таких приложений, на самом деле, можно создавать сколь угодно много, воспользуясь сервисом. Сейчас я... Крутая штука, полезная. Давайте так, ребята. Сейчас все вы получите возможность... Я вам скажу так, ребята, что наша техподдержка очень сильно волнуется, потому что огромное количество сейчас у вас хлынет на этот сайт и будет домашнее задание у всех. Единственное, я вас попрошу. Ну, что поделать. Будем, значит, работать. Ничего я с ним попрошу. Смотрите. Сервис называется MobiAlbums.ru. Я попрошу сейчас нашу техническую поддержку дать этот сервис. Там стоит... Сейчас вы можете им зайти и воспользоваться, и там есть возможность в течение 14 дней пользоваться им бесплатно и пользоваться им... Ну, то есть создать 5 приложений в течение 14 дней. Сейчас я... Давайте ссылку давайте напишу. MobiAlbums.ru. Вот, MobiAlbums.ru. Смотрите, кто-то пишет, и сайт упадет. Не отрицаем, что если одновременно 800... Сейчас там 800 тысяч человек на него зайдет, что-то может произойти. Поэтому, ребята, пожалуйста, не паникуйте, если что-то произойдет. У нас ребята очень сильно следят за этим. Я вижу, нагрузки растут на сайт сейчас. Я в реальном времени это вижу. Нагрузка на сайт растет, но буквально сегодня мы перевели уже на новые сервера его, и поэтому завтра будет уже все гораздо лучше. И поверьте мне, сервера, которые находятся в сервере, уже лег. Нет, сервера, значит, находятся в Германии. Нет, где находится сервера? В Германии находятся сервера, и, по-моему, находятся на нескольких континентах. Поэтому вы не переживайте за безопасность своих данных. Давайте я вам расскажу вообще, как этой штукой пользоваться. Этой штукой очень классно пользует нас Игорь Коган. Он просто бог мой, Биалбумса, он одним из первых начал пользоваться. И он для всех своих клиентов начал создавать такие штуки. Дополнительно как подарок. То есть вначале, естественно, не продавая их. Проблемы уже возникли? Нет, все нормально. Ребята, смотрите, сейчас могут возникнуть какие-то технические неполадки. Обновитесь, перезагрузитесь, все в порядке. Не переживайте, пожалуйста. Не переживайте, пожалуйста. У нас есть ребята, которые все в активном сделают. Поэтому мне, во-первых, хочется вам сказать, что вы сейчас являетесь те, кто будет его еще и в своего рода тестировать. Мы его тестируем уже на протяжении 8 месяцев. Внутренняя часть там все работает. Просто сейчас у нас будет достаточно большая нагрузка. Люди спрашивают, есть ли там партнерская программа? Да, есть. Мы про это будем говорить. Нажмите F5, обновите, у меня все работает, вот, например. Вот. Смотрите, что я советую вам сделать? Какое сегодня будет у вас домашнее задание? Во-первых, вам необходимо будет в первую очередь сейчас это... Сейчас, секунду, даже его записал. Первое. Зарегистрироваться на этом сайте, посмотреть, полазить там, создайте там... Свои приложения, посмотрите, как это. Вам доступно 5 приложений можно создать сейчас. Создайте 5 альбомов для своих самых лояльных купонов, клиентов с купонами. Какие вы можете предложить им купоны? Например, если у вас были клиенты, которые вы снимали летом, сделайте им сейчас вот это вот приложение и отправьте купон, например, на 1 час осенней съемки в подарок. Например, при условии, при заказе от 2 часов. Это первое. Если, например, вы только что снимали жениха и невесты, вы можете, например, им сделать в подарок или же скидку на какую-нибудь или фотокнигу, или же, например, на послесвадебную фотосессию со своими купонами. Для них можете отдельно для друзей создать. Причем скажу такую штуку еще. Если вы... Там, кстати, не только фото, там еще и видео можно туда добавлять. То есть для видеографа это тоже очень полезный сервис. Если вы, например, захотели обновить фотографии в купон или фотографию на этом приложении, вы просто заходите в системе Mobile Albums в обновить, составите, например, другой купон. Ну, зима наступила, на зимнюю фотосессию подарок. И в следующий раз, когда клиент откроет кому-то показать, он автоматически обновится. Верно я говорю? Да. Мне все кивают, говорят, да, потому что у нас все специалисты, которые в этом разбираются отлично. Итак, ребята, делайте 5 альбомов для своих самых лояльных клиентов. Дальше. Отправляйте клиентам ссылки. Там делаются ссылки, которые очень просто устанавливаются. А можно вот мне, например, сюда сейчас в Skype скинуть какую-нибудь ссылку на какой-нибудь альбом созданный? Ну, красиво созданный альбом. Потому что у нас сегодня ребята тестировали, и там очень много всякого инстанавливания, прикольных альбомов. Вот, сейчас я покажу, как это делать. То есть вам нужно будет это позвонить им и, соответственно, попросить их, чтобы они установили. Устанавливается там буквально в одной кнопке. Поэтому этот сервис работает на Android. Ребята, работает. Дальше. Отправить клиента, позвонить им, чтобы они их установили. И четвертое. Отписаться о результатах и эмоциях клиентов в домашнем задании. Там вот в группе, в которой у нас марафона, будет сегодня домашнее задание по пятому дню. Уже, наверное, его сделали. И для тех ребят, кто сделает домашнее задание, его необходимо сделать до 10-го числа. Получат наш с Ласло вебинар, запись вебинара, который мы проводили. Называется «Работа с клиентом после продажи. Увеличение лояльности и количество покупок». Мы его делали в марте этого года, этот вебинар. И вы его получите в подарок. И теперь возникла огромная куча вопросов. Напишите, как скачать для айфона эту прогу. Еще раз, ребята, говорю. Ее скачать никак. Вы прям делаете ее в... Создаете на сервисе mobilebooms.ru. Регистрируетесь. Создаете. И там, создав само приложение, прям по шагам. А давайте, может быть, если вы мне скинете фотографию, мы прямо сейчас сразу и создадим его. В онлайн-режиме. Да. Давайте, ребята, я вам покажу, как это... Да, 14 дней бесплатно. Дальше вы уже сами решаете, как вам либо там продолжать, либо не продолжать. Просто давайте сейчас... Ребята, mobilebooms.ru я попрошу наших администраторов сюда его скинуть. Сейчас мы прямо создадим вместе с вами. Я покажу, как это делается на экране. Ага. Так. Окей, хорошо. Так. Итак, ребят, захожу на сервис... Так, мне же надо каким-то образом показать свой экран, да? Вот это, да? Показать экран. Соответственно, я показываю... Я показываю вот это. Вот это. Ага. Так. Итак, ребята, если вы еще не зарегистрировались, регистрируйтесь, нажав на кнопку «Начни бесплатно». Если вы зарегистрировались, нажимаете «Вход». Далее вводите логин и пароль. «Авторизация». Вот здесь у нас есть наши тут демо-альбомы. Я нажимаю «Создать новый альбом». Там появился бы, посмотрите на экране трансляция. Появилось, да? Давайте, ребят, сначала я вам покажу, как. Вот здесь есть демо-шаблон. Вот. Они у нас так красиво его назвали. Вот. Смотрите. Здесь наверху автоматически до этого, когда вы хотите создать, например, свои шаблоны, вы заходите в «Мой аккаунт» и там, ну, можете выбрать шаблон. Сейчас 14-дневная версия, вам он указан автоматически, ну, один он у вас только есть, да? Дальше вы можете создать там большое количество шаблонов, например, для детских фотосессий, для семейных фотосессий, для репортажных фотосессий, к примеру. Далее. Переходите в «Мои альбомы», «Создать новый альбом». Выбираете тот шаблон, который сейчас есть. У него есть адрес сайта, у него есть вот электронная почта уже забита и номер телефона. Мы делаем название приложения, это то, которое будет посвесиваться на экране. Длинным я его делать не буду, назову, например, «Портфолио», вот так вот, да? Или, например, «Вейдинг» назову его. Вот так вот. Неправильно написал. Вот так. А далее, название альбома, который будет видно только мне. Ну, назову его «Свадьба друзей», например. «Продолжить». Здесь он пишет «Добавьте фото». Смотрите, загружаем фотографии, не должны превышать одного мегабайта. Он сейчас мне просит добавить фото. Я захожу в «Загрузки», куда мне их сейчас скинули. Там архив. Ну и, собственно, выбираю вот эти все фотографии. Прямо вот так вот, кучка, я их выбираю. Всех. Тут фотографии у вас логобаньки, как я понимаю. Все, смотрите, они начали загружаться. Нажимаю «Загрузить» и поехало. Сейчас, может быть, проблема в том, что, ну, 28%, 32%, всего 9 мегабайт, 40%. Я вам советую, ребята, не надо загружать там больше. То есть, ну, вот фотографии 20-30 по 400 килобайт, например, достаточно для того, чтобы уже было хорошее приложение. И, как бы, ну, не надо там делать там по одному мегабайту. Чем меньше будет весить ваши фотографии, старайтесь, чтобы, ну, и качество было отличное. Все, 100%, у меня загрузились все фотографии. Нажимаю кнопку «Продолжить». Вот они все, смотрите, они сейчас здесь появляются в таких квадратах. Это так, как они будут выглядеть на телефоне вашего клиента. Их можно, вот эти иконки, изменить. Вот здесь есть кнопочка «Ресайза», да, такого кропа, нам всем привычный для фотографов, из фотошопа. Нажимаем, и вот, например, мы можем двигать. Она должна выглядеть вот так. Это у меня должна выглядеть вот так. Готово. Нажимаю. Вот она у меня изменилась. Вот, например, мне еще какая здесь не нравится. Вот эта вот не нравится мне. Например, вот эта. Я ее изменю. Я хочу, чтобы вот она была вот такая у меня на картинке. Вот такая. Готово. Например, если вы делаете купон с акцией, то вот, например, слово «Подарок» можете тоже вот так вот выиграть, чтобы у них крупно прям было. И мне остальные все вот. Остальные все. Вот это только еще изменю, наверное, черненькое. Вот так вот, чтобы она была. Вот так, чтобы она была. Готово. Ура. Нажимаю «Продолжить». Дальше код для видео. Видео сейчас я вставлять не буду. Код можете вставить, например, с YouTube или с Vimeo. Разницы нет, ребята. Хотите с YouTube, хотите с Vimeo. Далее. Загрузить изображение ваше фирменное стиле. Вот здесь он просит загрузить верхнее изображение. Вы можете прям создать его, да. Минимальная ширина изображения 600. По высоте, ребята, без разницы, с какой вы будете делать это изображение. Раньше у нас было ограничение. Сейчас можете растягивать сколько угодно. Но, соответственно, и на экране у нас будет появляться по высоте длины. Или можно, например, вырезать из фотографии. Я возьму сейчас и вырежу из фотографии. Вот из-за этой фотографии у меня будет такая шапка. Если, например, мы сделали для каталога Чизели. А, можно же выше брать. Вот так вот я возьму. Вот так возьму. Готово. У меня будет такая шапка. Может быть, я сейчас некрасиво обрезал, но я вам показываю просто суть. Цвет фона фирменного логотипа какой. Например, если он у вас обрезанный, то фон будет добавляться. Цвет фона приложения. Здесь видите черный. Можно сделать его абсолютно любым, любого цвета. Можно там бежевым сделать, можно его сделать там светлым, темным. Как вы хотите. Цвет фона галереи. Это когда человек зашел в галерею, листает уже, соответственно, какие там будут. И цвет информации. Ну, это номер телефонов. Я оставлю его белым. Ну, как бы не делайте кислотных цветов. Не делайте, чтобы на белом фоне был еще светлый шрифт. Если вы выбираете светлый фон, то черные шрифты, соответственно. Пока два цвета шрифта. Белый, черный. Нажимаем продолжить. И загрузить изображение иконки. Это та икона, которая будет на вашем экране. Можно вырезать фотографию. Я вырежу из фотографии. Возьму вот тоже вот эту фотографию. И вот ее вот так вот сделаю такую квадратную иконку. Еще раз говорю, ребят, я не добавлял сейчас купон. Вы добавьте какой-нибудь купон с предложением. Нажимаем готово. Вот такая у нас будет иконка. Дальше. Продолжить. И вот у нас появилась, соответственно, ссылка, по которой я должен пройти. Итак, как мне по ней пройти? Я ее отправлю сам себе сейчас в ВКонтакте. Вот. Я отправлюсь ее в ВКонтакте на стену. Вот эта ссылка. Вот. И я сейчас возьму ее еще и отправлю себе по почте. Чтобы я мог по ней сейчас пройти. Так. Ага. Ее можно дальше отправить. Отправить. Секунду. Я могу здесь же посмотреть, как это будет выглядеть. Вот видите, ребят, вот так она будет выглядеть. Вот так будет выглядеть приложение. Вот. Собственно, сейчас я посмотрю его. Установлю на телефон. То есть сразу же вам на почту приходит, что ваше приложение создано. И сейчас покажу, как эта штука работает при установке. Так, секунду. Смотрите, ребята. Если у вас стандартные ссылки переходят через неродной браузер, да, это... То есть надо, чтобы переходило через неродной браузер. Поэтому я вот ее скопирую. И мы перейдем через... У меня стоит как бы сейчас неродной браузер. Через Safari я сейчас перейду. Покажу вам. Ну, смотрите, я вставляю ее. Вот. Сейчас, чтобы вам было видно. Тут цвет очень сильный. Сейчас я вот убавлю вот так вот цвет. Вот. И нажимаю перейти. Видите, у меня внизу появляется такое сообщение, что установите альбом на ваш айфон, нажмите внизу вот эту вот кнопку и выберите пункт добавить домой. Я вот нажимаю его. То есть в один клик устанавливается. И, собственно, на экран домой. Вот здесь вот плюс появляется. На экран домой. Вот она. Типа вейдинг. Пересвет здесь идет, конечно, жуткий. Вейдинг. Добавить. Вот она у меня появилась на экране внизу. Видите? Я ее нажимаю. В первый раз она должна будет подгрузиться сейчас. Вот она у меня загрузилась на телефон. Вуаля. Представляете, вот у меня сейчас даже восторг. Мне так нравится, когда они устанавливаются на телефон. Они такие красивые. Вот. А представляете, что у ваших клиентов произойдет, когда вы такую штуку им отправите. Они вообще не ожидают, что их свадьба может быть у них в виде мобильного приложения на телефоне. По-моему, удивительные штуки. Так бы сказал Стив Джобс. А, нет, по-моему, это потрясающе. Итак, ребята. Она же в почту автоматом. Ну и в почту она автоматом тоже приходит. Поэтому вам домашнее задание будет вот таким. Скажите, пожалуйста, такой вопрос. Кто выполнит домашнее задание? В тренинге, мы, кстати, будем говорить, у нас будет отдельный большой мастер-класс по тому, как это работает, как выстраивать маркетинговую компанию с этим сервисом, как с ним работать в дальнейшем. Потому что здесь, на самом деле, очень много фишек. А сейчас вам расскажу только вкратце, да, про какие. Во-первых, вы можете... Вот Ирина Тоболь написала, что это слишком сложно для клиента. Ну, действительно, куда уж тоже нажать две кнопки. Это уж... Ну, как бы, ну да, сложно для клиента. Это гейм-овер, что же я могу поделать, если сложно для клиента. Как вы можете это использовать? Во-первых, вы можете отдавать сразу на следующий день, чтобы восторгать вашего клиента. Во-вторых, вы можете использовать... Многие у нас делают, например, как визитка собственная, чтобы вы могли просто передать ее. Вы можете через QR-код привязать ее к QR-коду и сделать ее к себе на визитке. Вы можете ее к какому-нибудь поддомену привязать. А у нас сейчас, например, появляется такая функция, чтобы... Ну, вот мы будем сейчас в ближайшее время вводить, чтобы вы могли делать не такие длинные ссылки, а там вот прям короткие ссылки. Например, будет там вот начало, слэш и, например, название вашей студии или название вашей пары, да, которые есть. У нас техническая поддержка за голову что-то держится. А, все хорошо. Вот. Например, вы можете на банкете, сделав небольшие фотографии уже, часть обработать. Ну, вот SDE, так называемая обработка, да, когда вы берете, к примеру, ваш ретушер, штук примерно 30 фотографий, которые были до банкета сняты, обрабатывает, создает приложение, просто отдает всем. И говорит, ребята, вот здесь вы можете скачать уже приложение с фотографиями сегодняшней свадьбы. Круто, по-моему, офигительная идея. Вот. Поэтому... Смотрите, вопросики посыпались. Главное, чтобы клиенты были, у которых есть айфоны. Ребята, если у ваших клиентов нет устройств, с которыми работает, там, ну, Android или же iOS, это странные клиенты. И я не знаю, нужны ли вам такие клиенты или нет. Но, как бы, ну, вот сами вы решаете, если у вас такие клиенты, на черта они нужны. Вот. Я хочу, но если я не знаю платформу клиента, у него было немного совсем и не коммерчески. Узнайте платформу клиента. Смотрите, в своем пункте о клиенте вы можете уже узнать, какой у него телефон. Айфон или Android. Вот. А, ребята, извините, планшеты тоже работают. Простите, пожалуйста, я сейчас напоминаю об этом. Работают все планшеты, которые работают на iOS или Android. Булат, в мобиламсе только квадратный формат? Да, Владимир, только квадратный. Ну, фотографии формат квадратный? Квадраты, это миниатюры. Квадраты, это миниатюры, я про это говорю. А фотографии какие угодно, там, длинные, там, может быть, все, что угодно они. Вот. Булат, что будет с теми альбомами, которые в эти 14 дней созданы? Доступ к ним закроется? Смотрите, смотрите там как, ребята, дальше. Я вам сейчас объясню. Если вы захотите продолжать, то, соответственно, если вы, допустим, начнете оплачивать помесячно дальше, да, то надо будет помесячно оплачивать. Они там месяц, то есть вы месяц сдаете, потом они месяц хранятся и действительно закрываются. Но, если вы хотите, чтобы у вас ваши ссылки потом всегда работали, вообще просто навсегда, один раз вы оплачиваете один год и потом, то есть, допустим, через год даже начнется пользоваться помесячно, то, соответственно, у вас они и остановите, да, то они у вас останутся. Поэтому, ну, как бы, у нас, ну, все люди практически они сразу берут на год. Айпад отлично поддерживают. Наверное, только недавно сделали. Сейчас как раз снимала ДРЭ, у всех айфоны были, отдала съемку, всем понравилось, так вообще восторги будут. Офигенно. Ангелина, сделайте, вот им всем, всем друзьям сделайте вот такую штуку. Или, например, очень крутая идея, а почему бы, например, фотокнигу в последний разворот не ставить QR-код с их разворотом еще на айфоне? То есть, там будут не только их, то есть, не только будет в книге формат, а будет QR-код, например, где они читают, например, ваша книга в виде мобильного приложения. И вот они ее тут скачивают и себе на телефон. Так, а почему на шаге один неактивный окошечек, куда вставляется адрес почты и телефон? А, нет, смотрите, они активные, вам просто нужно зайти в мой аккаунт, выбрать первый шаблон. Это вот, есть некое здесь, пока у нас такая вот, ну, маленькое неудобство, мы ее подправим. Так, выбирайте, туда заполняете все свои названия, название шаблона, номер телефона, e-mail и ссылку на сайт. На Nokia работает? Ну, если, на Nokia какой сейчас? Нет, ребят, на Nokia не работает. Я вам еще раз говорю, ребят, по сути, это не вам надо, а вашим клиентам. Ну, как бы, если вы говорите, что у меня нет айфона и все на этом все пропало, если у вас нет айфона, то наверняка у ваших клиентов есть там или iOS, или Android. Вы ее не себе делаете, вы делаете для своих клиентов. Так, я 108 еще поотвечаю на вопрос. Я рассказал, ребята, коротко. По этому поводу у нас вообще есть там четырехнедельный мастер-класс, где мы проводили с Лас-Лагабанем по тому, как работать с этим сервисом, и мы там целую стратегию выстраивали. Ребят, а почему в пробной версии запрещен ввод e-mail и телефона? Он не запрещен. Еще раз говорю, ребята, он разрешен. Заходите в мой аккаунт, выбираете шаблон, и там все вводите. У вас один шаблон доступен? Да, в названии приложения количество ограничено букв, потому что не может айфон в несколько строк выводить свои знаки. Смотрите, еще раз говорю, по поводу оплаты. Это если оплатить год, они у вас сохранятся навсегда, даже если вы потом не будете этим пользоваться. Ребята, одно из двух, короче, давайте. Либо вы рефлексируете, либо вы делаете. Кто, то есть, давайте так, кому нужны восторженные и довольные клиенты, кто уже воспользовался данным сервисом, и кто еще данным сервисом воспользуется и сделает домашнее задание. По поводу стоимости, зайдите в тарифы, например, вот там вот заходите в мои альбомы, продлить аккаунт, там выбираете, есть тарифы, есть на месяц, есть на год. В бесплатной версии, да, Кайрат, конечно, есть размещение купона, потому что это обычная фотография. Вот очень важно, извините, работа на Самсунгах. На айфонах в отложении показывают иконку, а на моем Самсунге, ну, C2, иконки нет просто. Мы обязательно все исправим, ребята. Как менять пароль на сайте, потому что какой прислали, он не запоминается. Как менять пароль на сайте? Есть там восстановление? Ребят, смотрите, нажимаете «Вход». Если вы забыли, сейчас нам есть выход, нажму еще раз «Вход». Есть восстановление пароля. Нажимаете, вводите e-mail «Восстановить». Восстанавливаете пароль. Так, ребят, по два раза уже пишите вопросы. Итак, еще раз. Смотрите, на самом деле вы огромные молодцы, что присылаете свои рекомендации. Мы обязательно их воспользуемся, потому что сейчас в активном режиме мы оптимизируем все процессы, все процессы данного сервиса. И обязательно будут какие-то недоработки, ребята, обязательно будут какие-то моменты, которые будут там сложности. Вы сразу же обращайтесь в техническую поддержку нашу, пишите там, да, и мы будем по ходу их исправлять. То есть мы обязательно будем прислушиваться к вашим мнениям и будем исправить то, чтобы вам было удобно. Потому что мы не получили достаточно большого количества рекомендаций для того, чтобы нам что-то начать исправлять. По поводу почты и названий можно менять. Еще раз говорю, заходите в мой аккаунт, там можете поменять, по-другому назвать, например. Мобилбус только сейчас пока на русском языке. А в принципе, если вы понимаете русский язык, зачем вам английский? Но на английский я скажу так, что он уже переведен, но пока еще, то есть внутренности, но пока еще мы их не внедрили. Вот просит сделать перечисление всех устройств, в которых это приложение работает. Я вам скажу, смотрите, вот Ольга сделала и не понимает, как перечислить. Ольга, смотрите, во-первых, я вам советую наверху изменить мой альбом. Ой, какие классные фотографии, супер. Обязательно телефон укажите, потому что прямо оттуда можно позвонить. И клиентке можете отправить, к примеру, смс-кой. Например, можете отправить по почте, чтобы она перешла. Существующие приложения, да, можно их редактировать. Юлия сделала три приложения. Клиенты в восторге на айфонах. Сегодня невеста призналась мне в любви прям на все кафе, после того, как увидела приложение. Как можно обыграть это с клиентом? Я про финансовую сторону. Хотела бы это окупить, но помимо сарафана. Ольга, вы хотите и рыбку съесть, и сковородкой не обжечься. Знаете как? Здесь нужно это сделать для того, чтобы предвосхищать ожидания клиентов. Когда вы его отдаете, они этого вообще не ожидают. Но у вас нигде, ни в альбомах не было этого, ни в прайсе не было, нигде. И вот тут все отдаете ему. И она офигеть, с ума сойти. Вот начнет вам признаваться любви. Старайтесь не продавать это. Так, домашние задания, смотрите, в группе марафона уже выложены. Обязательно укажите свой e-mail, куда мы отправим ссылки на этот вебинар. Еще раз скажу вам домашнее задание. Сейчас. Первое. Зарегистрироваться на сервисе mobilealbums.ru. Создать 5 альбомов для своих самых лояльных клиентов с купоны. Почему я говорю «ребята лояльных»? Потому что это люди, которые вам доверяют и, соответственно, ну, то есть, под новым каким-то, ну, каким-то нелояльным вашим клиентам будет еще там тяжело объяснять. Ну, если же у вас всего там 5, сделайте им. Если у вас вообще нет у клиентов, сделайте своей сестре, маме, в конце концов, из ее фотографий. Посмотрите их отзывы. Отправить клиентам ссылки по смс-ке, по почте. И важно здесь все-таки позвонить, сказать, слушай, я для тебя такую штуку сделал классную, давай прямо сейчас с телефона это сделаем. Можете встретиться с ними. Отписаться о результатах, эмоциях, например, клиента. Для всех тех, кто тут же отпишите свой e-mail еще, чтобы мы знали, кому отправить подарок. Для тех, кто сделает домашнее задание, получат от нас в лагобане вебинар, запись вебинара. Работа с клиентами после продажи, увеличение лояльности и количества покупок. Да, вот правильно. Смотрите, если вы, это в день пользования данным сервисом стоит где-то порядка 24 рублей. То есть, это пользование в день. И я как бы, ну как бы 24 рубля, это примерно 2 копейки, 2 монеты по 10 рублей и 2 монеты по 2 рубля. Если так подумать, то мы огромное количество денег тратим, ну вот непонятно на что. А чтобы восхищать ваших клиентов в день за 24 рубля, вы можете создавать неограниченное количество приложений. По-моему, как-то, по-моему, это замечательное предложение, как бы сказал Стив Джобс. А вот пишут нам, я думаю, кто такой Архадий Ишханов? Это же нас человек. Ну, почему он так охотно отвечает на наши? И верно, главное, отвечает. Это, кстати, один из... Нет, не буду говорить, сейчас еще уведут, скажут. Вот он, вот они, люди с мозгами. Вот, я хотела англичанам послать, не уверены, поймут ли они, что сделать, чтобы записать на айфоне. А вы им расскажите, Хелена. Кстати, прикольно было бы такую штуку. Спасибо, кстати, вам. На английском языке выводить нижнее сообщение или на русском выводить нижнее сообщение? Можно такое сделать? Ну вот это когда инструкция на английском или на русском языке. Да, Хелена, сказали, можно, и мы такую штуку сделаем. Напишите техподдержку, мы там будем собирать все идеи. Кодировка, говорит, криво отображается. Исправим. Когда вы выложите вебинары, 1, 2, 3, 4 части. Ладно, о каких вебинарах вы говорите? Вам лишь бы все на халяву попробовать. Итак, ребята. Дорогие мои. Время 23.10. Вот Игорь Коган говорит, продавать ни в коем случае нельзя, ребят. Пускай это будет подарок клиентам. Вообще мне очень нравятся эти приложения, штуки. Прям балдею от них. Я тоже, когда вообще первый раз мы это сделали, я показал своей жене, она там пищала аттракции, говорит, сделай мне для всех моих съемок или научи меня эти... Сколько лет мыσαст? Я тоже. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...